Доброе утро! И надеюсь, еще кто-то все-таки будет подходить, учитывая, что утро раннее, кто-то, вероятно, проспал. Но будем надеяться, все доберутся и состоится хорошая содержательная работа в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Я не могу в силу своих компетенций рассказывать что-либо о ЖКХ и ССЖ, поэтому моя тема будет несколько шире. И, в принципе, то, о чем Влад уже говорил, она будет скорее касаться городского активизма, ну, как я ее сформулировал, городской активизм и скрытые потенциалы новых технологий. То есть я попробую сделать такой небольшой обзор, что все-таки происходит в Екатеринбурге с точки зрения городского активизма и работы этих городских активизмов с новыми коммуникационными технологиями. Здесь не все так радужно, как, может, кому-то покажется. Да, там освоили Твиттер, да, активно устраивают драки в Фейсбуке. И даже вот сейчас, буквально это утро, я в очередном, значит, истерическом контексте относительно заборов вокруг жилых комплексов в центре города. Да, и практически этим, как правило, все и ограничивается. Да, иногда создаются удобные сайты, а потом очень быстро они исчезают. Очень мало приложений, которые действительно функционируют и о которых знают горожане, какие-то широкие массы горожан. Вот попробуем это все посмотреть и обсудить. Но прежде чем к этому переходить, я бы все-таки, наверное, сконцентрировался на вопросе, который, мне кажется, очень важен. Это само понимание, что же такое городской активизм, кто такие городские активисты. Я вам рекомендую, если кто-то еще не видел, посмотреть исследование, которое было опубликовано не так давно, Центром прикладных исследований и программ. Их очень легко найти, prisp.ru. И там есть в PDF-формате их отчет, касающийся как раз городского активизма. Отчет по итогам 2016 года. Можно спорить с некоторыми их выводами, такими общетеоретическими, но очень показательно все-таки процентное соотношение. Если мы посмотрим на их опросы, то оказывается, что вопросы и показатели, касающиеся цен на продукты питания, товары и вопросы, касающиеся ЖКХ и непосредственно среды питания горожанина, примерно одинаковые, 58-59%. То есть людей волнует и то, и то в равной степени. Но при этом, когда мы обращаем внимание на то, сколько человек реально вовлечены в городской активизм и реально готовы бороться за свои права в сфере ЖКХ или в целом за жизнь, качественную, комфортную жизнь в городе, мы обнаруживаем, что таковых остается 4%. То есть от 60 интересующихся и обозначающих это как проблему только 4% готовы реально во что-то включиться и что-то делать. Но при этом, как показывают вот эти исследования и этот отчет, городской активизм воспринимается людьми очень специфичным образом. То есть человек считает себя городским активистом, если, например, он участвует в общегородских мероприятиях, наподобие, например, субботника, весной. И таковых оказывается 24% от опрошенных принимали участие в подобных мероприятиях на регулярной основе. Соответственно, только 10% опрошенных участвуют в благоустройстве собственных дворов и в качественном изменении городской среды. Следующий, тоже высокий процент тех, кто считает, что это городской активизм, например, донорство крови. Вот, собственно, это второй показатель какой-то активной позиции, которую люди готовы обозначать как проявление вот чего-то самостоятельного, что они сделали какой-то серьезный шаг и участвуют в помощи окружающим людям. Но на городскую среду это, конечно, никак не распространяется. Вот это такие достаточно обобщенные цифры. Там, к сожалению, нет статистики непосредственно по Екатеринбургу, хотя они проводили исследования здесь, в нашем городе, и, возможно, где-то в других публикациях можно что-то зацепить, касающееся Екатеринбурга. Но цифры, мне кажется, достаточно важные. Почему? Потому что городской активизм — это достаточно новое явление, это социокультурный феномен последних, наверное, двух десятилетий, если мы будем брать не Россию, а будем брать общемировые тенденции. Иногда говорят, что городской активизм — это мода. Собственно, здесь тоже очень много интересных исследований. И, например, Виктор Вахштайн, который говорит о том, что есть такой вот хипстерский урбанизм. Вот, значит, совершенно такая непонятная аморфная группа условных хипстеров. Вот они устанавливают некие правила, как надо воспринимать городскую среду, и, значит, вот исходя из этого начинаются какие-то подвижки. Но явление гораздо, конечно, глубже, оно уходит к концепции, которая последнюю четверть века очень активно обсуждается прежде всего в западной, так называемой неомарксистской, постмарксистской идеологической направленности, где сформулирована концепция «право на город». Мы все, кто живем в городском пространстве, имеем право на этот город. И это такая очень уверенная критика, очень последовательная критика тех неолиберальных тенденций, которые проявлялись на протяжении 70-х, 80-х, особенно 90-х годов, если мы берем российский контекст, ну и, может быть, даже в российском контексте больше это 2000-е годы, когда город становится такой площадкой для очень небольшого количества экономических субъектов, которые реализуют там различные свои стратегии, воспринимают город исключительно как место, где надо извлекать прибыль, город это средство для максимизации собственной эффективности, увеличения собственного капитала. Соответственно, город фрагментируется, город отчуждается от горожан, и вот, собственно, неомарксисты взяли на себя эту миссию вернуть само право на город как требование, как определенную стратегию поведения. И активно в этом плане начали вовлекать, прежде всего, в западных городах, в американских, в западно-центрально-европейских, но затем это действительно стало уже каким-то элементом моды. Ну и третье обстоятельство, которое очень серьезно сказывается на городском активизме, это изменение коммуникационных возможностей. Вот, собственно, здесь и очень странная складывается ситуация. Коммуникации действительно стремительно развиваются, да, и впервые за всю историю, да, мы можем, живя здесь в городе, увидеть горожан. Да, как правило, как это можно было раньше сделать? Только на каких-то крупных городских мероприятиях, типа вот там парады проходят, да, вот собралось сколько-то, там, десятков тысяч человек. Ну или там митинги, да, если мы вспомним события, например, 91-го года, да, и вообще 90-е годы, когда горожане активно выходили митинговать. Вот, собственно, это был единственный вариант. Сейчас все гораздо проще. Да, сейчас коммуникационная среда, коммуникационные возможности позволяют всем прочувствовать, что есть какое-то большое окружение, да, что проблемы, которые казались до этого локальными и касающимися только меня вот здесь, да, в моем подъезде, в моем доме, в моем дворе, в моем квартале, оказываются на самом деле гораздо более масштабными, что очень многие горожане испытывают те же самые проблемы. И у нас появилась возможность это все обсуждать, проговаривать, объединяться и использовать эти коммуникационные возможности для своего движения. Значит, ну, если останавливаться на каком-то, в таком более-менее понятном определении городского активизма, тут я не буду сильно оригинален. Я взял подход Святого Морунова, одного, наверное, из самых известных сейчас исследователей урбанизма и человека, который пытается разработать методики, как менять городское пространство, городскую среду, он, в принципе, отталкивается от того же самого фактора. Горожане исключены из формирования запроса на будущее города. То есть нет нас, как субъектов, которые говорят о будущем. Соответственно, городской активизм – это публичное проявление потребности в другом городе, интересном, удобном, стильном, выгодном, уникальном. Городской активизм – это публичное проявление потребности в другом городе. То есть вот это публичное проявление означает, что мы не на митинг выбегаем раз в полгода, а мы формируем информационную повестку, мы участвуем в этой самой коммуникационной среде и активно транслируем вот эту потребность. Потребность в интересном, удобном, стильном, выгодном, уникальном городе. Есть еще одно обстоятельство, которое, мне кажется, тоже очень важно понимать и осознавать. Это совершенно уникальный контекст исторический, которого не было, ну, по крайней мере, пару тысячелетий точно. Это тотальная урбанизация пространства. То есть мы привыкли воспринимать, что вот есть Екатеринбург, а там что-то дальше непонятно что. Но если мы присмотримся, то Екатеринбург стремительно урбанизирует пространство вокруг, особенно вдоль магистрали, особенно если населенные пункты оказываются где-то поблизости. И это тоже очень сильно меняет наше восприятие. Сегодня будет выступать чуть позже Антон Кунилов, который будет представлять опыт Верхний Башмон. И мы понимаем, как всегда местные, что Верхний Башмон – это не просто город спутника, а это слившийся фактически. Административно мы разные, но при этом, так же, как Березовский, Арамиль, Верхний Башмон – это вот то самое единое урбанизированное пространство. Дальше это урбанизированное пространство идет в Рихдопер, в Уральск, в Палевской, в Средний Уральск. То есть, на самом деле, мы живем в колоссальном урбанизированном пространстве с огромным количеством проблем, которые остаются, на самом деле, непроговоренными. И для обсуждения проблем, касающихся жителей Екатеринбурга, не вовлекают жители Березовского, Верхний Башмы и Арамиля, хотя многие из них здесь работают, ездят регулярно за покупками, пользуются теми же самыми дорогами, логистикой, инфраструктурой и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, масштаб коммуницирования, масштаб городского активизма для нашей Екатеринбуржской среды гораздо больше. Но мне кажется, это касается любого города-миллионника сейчас. Здесь можно спокойно опираться на идею Вячеслава Глазачева, который говорил о городах-регионах. Ситуация, когда вот эта урбанизация просто вымещает и делает невозможным любую внеурбанизированную жизнь. Даже деревни урбанизируются. Как только там появляется асфальтированный дорога, газ и электричество, это уже не деревенский образ жизни, это уже что-то другое. Ну и, собственно, теперь по непосредственной анализу, что все-таки происходит с этой самой коммуникационной средой, с внедрением новых технологий. В Екатеринбурге, может быть, где-то поблизости. Я просто посмотрел нехитрым образом через Google, что такое вот интересное, касающееся так или иначе сферы городского активизма и приложений, где-то пересекающихся с ЖКХ и СЖ, разработано за последнее время. Ну вот у нас, к сожалению, не выступает, хотя я очень приглашал и надеялся, что придет Павел Медведев, разработчик приложения, мобильного приложения «Стопгрязь». А вот Екатеринбуржица, кто этим приложением хоть раз пользовался? Поднимите, пожалуйста, руку. Или хотя бы слышал о нем? Я слышала. А? Я слышала. Где-то слышали, да. Ну, собственно, мы тоже прекрасно все понимаем здесь, во внутреннем контексте, что тема грязи – это наша самая любимая тема. Два раза в год, значит, по месяцу тратится весь информационный ресурс на то, чтобы все ходили и критиковали мэра города, службу благоустройства. Но при этом, когда разрабатывается это приложение, вдруг выясняется, что, ну, собственно, если посмотреть на Google, как там называется, ну, в общем, скачать можно только с Google, да, и там по статистике около 500, да, скачать. Ну, то есть вот для полуторамиллионного города как-то не очень серьезно. Хотя приложение разработано прежде всего по заказу администрации Родженикидзевского района и связано прежде всего с, собственно, институтом квартальных в Родженикидзевском районе. Обратиться через это приложение можно по очень разным вопросам. Нарушение правил парковки, например, на газоне, детской или спортивной площадке, плохая уборка остановочного комплекса, мусор, уплотненный снег, надписи, объявления на фасаде, плохая уборка при домовой территории, непрочищенные тротуары, проезды, контейнерная площадка, невывезенный мусор, надписи, объявления на фасаде, то же самое. Плохая уборка территории общего пользования, улиц прежде всего, да. Ну, то есть спектр достаточно широк, и мы понимаем, что это действительно инструмент, когда мы идем, видим, что все плохо, да, и вот есть возможность, особенно те, кто активно пользуются сотовыми телефонами, очень быстро донести эту информацию до соответствующих служб. Тем не менее, около 500 скачиваний, что, в общем, не вселяет большого оптимизма, и проблема в том, что нельзя скачать, например, на iPhone, да, только на Android. Поэтому я, к сожалению, не смог воспользоваться этим приложением, да, его как-то протестировать, и для меня пока загадка, как оно все-таки работает внутри. Значит, следующее упоминание о мобильных приложениях декабрь 2015 года. Стоп грязь — это август 2016, то есть это самое свежее, конечно, что есть. Может быть, из-за этого и не раскручено, потому что в августе, в общем, все были увлечены хорошим летом, отслеживая, что здесь происходит относительно Екатеринбургской грязи. Может быть, это приложение выстрелит сейчас в октябре-ноябре, когда эта самая грязь вылезет во всей своей мощи. В декабре 2015 года, например, одна управляющая компания, не буду ее рекламировать, запустила собственное мобильное приложение. Как они пишут у себя в релизе, уникальный мобильный сервис. Новинка позволит арендаторам бизнес-центров под управлением этой управляющей компании отправлять не только заявки на обслуживание помещений, но и предложения по усовершенствованию сервиса на объектах лично директору управляющей компании. Ну, то есть такой, на самом деле, очень смешной вариант, да, прямая связь, которая из телефона перекочевала в некое приложение и завязана на одного какого-то конкретного человека. Тоже скачать я его не смог, потому что оно предоставляется только тем, кто вот арендатор у этой управляющей компании. Ну и там дальше всякая, значит, прекрасная тоже идет характеристика. Сервис призван стать своеобразной электронной книгой отзывов и предложений, которая позволит сотрудникам управляющей компании оперативно реагировать на запросы арендаторов. Ну, то есть это вот, собственно, связь, опять-таки, очень иерархическая. Мы снизу пишем наказы, они сверху, значит, принимают решение, стоит ли эти наказы рассмотреть. Ну, есть более старое упоминание о различных мультимедийных приложениях. Вот в апреле 2014 года управляющая компанией Лига ЖКХ и присутствующий здесь Илья Сатонин завелись собственным приложением, бесплатным на App Store. Основная функция сервиса — отправка заявок о неисправностях всего, что только есть у вас в доме. От перегоревшей лампочки в подъезде до граффити. Ну, собственно, Илья потом расскажет в своей лекционной части о результатах этого, не знаю, эксперимента или уже серьезного опыта. Но вот где-то 2014 год и есть упоминание о 2013 годе, значит, когда тоже какие-то приложения для этой сферы в городе разрабатывались. Если мы пробежимся по сайтам наиболее таких мощных управляющих компаний, мы обнаружим, что, в общем, пока там далеко от каких-то серьезных технологических разработок. Есть неплохо функционирующие сайты, позволяющие оставлять заявки, комментировать, предлагать какие-то изменения. Но вот в этом плане очень интересно наблюдать за районом академический, где они все время настаивают, что у них все самое современное, самое модное. Я как-то не обнаружил. Может быть, те, кто связаны с районом академическим, знают лучше, но у них на сайте я не нашел упоминания, что они разработали какие-то мультимедийные приложения, кроме, собственно, самого сайта в интернете. Может быть, пока это для них более удобный вариант. Значит, дальше. Из самых таких нашумевших тоже приложений последних лет можно вспомнить e-транспорт. Да, это, наверное, самое известное, что у нас есть. И так раскручено с помощью городской администрации e-транспорт. То есть попытка создать вот эту вот мультимедийную карту, когда вы видите расписание транспорта и можете спланировать, на какой трамвай вы успеете в ближайшие 10-15 минут. Сколько вам стоять на остановке, чтобы дождаться того или иного транспорта. Значит, вчера я посмотрел специально в Apple Store, что выпадает на Екатеринбург, какие мультимедийные приложения. Приложения вообще существуют преимущественно такси, доставка пиццы, суши. И есть удивительный, значит, для меня совершенно неизвестно, как для автомобилиста, но, собственно, я, видимо, не паркуюсь там, где платно. В общем, приложение, которое обозначает все платные парковки. С указанием количества мест на этой парковке. В общем, достаточно удобно для тех, кто действительно хочет попытаться найти себе место в центре Екатеринбурга, чтобы припарковаться и заплатить за это какие-то деньги. Значит, было еще одно приложение, которое меня очень удивило, с отсылкой к администрации города. Значит, некий прямой контакт, который должен фактически повторять электронную, как я понял, приемную сайту администрации города, но, закачав это приложение, я обнаружил, что оно пустое. То есть там везде белые страницы и нет никаких данных. Вот это для меня тоже загадка, что это такое и работало ли оно вообще хоть раз. Соответственно, вот на этом фоне очень интересно посмотреть, что же происходит с городским активизмом. Почему, собственно, никто не стремится что-то разработать, хотя потенциал действительно колоссальный. Ну, например, тоже любимая городская тема, помимо грязи, каждое лето информационным поводом становится обсуждение судьбы велосипедистов и строительства велодорожек. При этом я пока что не обнаружил ни одной интерактивной карты, например, которая бы позволяла велосипедистам-любителям, ну, собственно, как-то коммуницировать между собой, например, прокладывать маршруты, да, наиболее удобные для велосипедиста в городской среде. Почему нет? Учитывая то, что очень много велосипедистов-любителей, которые действительно просто боятся ездить по проезжей части, ну, собственно, давайте им поможем, выйдем в формат предложения различных маршрутов, когда они увидят, что можно очень быстро свернуть в очень тихие закоулки и уехать куда-нибудь в парковые зоны и кататься там в своем удовольствии без всяких проблем, да. Нет каких-то карт, которые касались бы, ну, так называемых автожалоб. Вот в этой связи меня впечатлил совершенно потрясающий опыт немецкий, где, сейчас не помню, по-моему, в Берлине было разработано такое интерактивное приложение для велосипедистов. Оно, правда, предполагает еще наличие небольшого такого пульверизатора с краской на велосипеде. Значит, велосипедист едет, видит яму, да, какую-то, значит, там, кочку, что-то еще, наносит это на карту, а на саму эту кочку яму, значит, неудобное пространство, наносит такой знак краской. Все это обрабатывается единой потом службой в муниципалитете, да, и они должны быстро реагировать, переезжать и, значит, исправлять эти все вещи. То есть вот совершенно уникальный опыт велосипедный, пока для Екатеринбурга, мне кажется, совершенно для какого-то непонятного будущего, потому что все увлечены какими-то скорее идеологическими вопросами, чем конкретными прикладными аспектами, как облегчить жизнь и как связать всех в единое работающее над решением проблем сообщества. Есть еще один интересный, значит, такой гражданский активизм, который меня восхищает, прежде всего, составом участников. Наверное, многие знают памятник клавиатуре и то, что там пару раз в году проходит субботник. А кто проводит этот субботник? Проводят айтишники. Вот они собираются и, соответственно, чистят эти клавиши, красят их и тому подобное. Тоже не нашел никакого, кроме форумов и каких-то отдельных, видимо, в их профессиональных группах способов общения. И, мне кажется, просто памятник клавиатуре сам диктует, что вокруг него должна происходить какая-то потрясающая движуха, и все должно быть очень-очень компьютерно и мультимедийно. Значит, не нашел никаких ресурсов, кроме, опять же, просто групп в социальных сетях, которые, например, бы занимались разработкой карт за сохранение исторического наследия. Тема очень популярная, постоянно что-то делается, постоянно делаются вылазки, пишутся петиции, но нет никакого ресурса, который бы наглядно, например, показал, где вообще эти памятники размещаются, как мы их утрачиваем. Вот это вот тоже там, это может быть карта, это может быть всевозможные форумы, способы коммуницирования относительно состояния этого объекта, мониторинга и тому подобное. Ничего этого нет. Тема, связанная с застройщиками, с точечной застройкой и вообще в принципе с пересекающейся с утратой исторического культурного наследия, тоже ничего нет. То есть никто не создает такого общего объединенного мониторинга, который бы нам показал весь масштаб проблем и опять же создал бы вот эту платформу для более интенсивного коммуницирования очень разных групп людей. Все, как правило, заканчивается борьбой отдельных жителей в отдельном квартале с отдельным застройщиком. Проблема парковок, ну вот, может быть, нам сегодня более подробно об этом еще расскажут. Тоже пока это совершенно открытая тема, но при этом одна из самых грандиозных для города. Если вы особенно в дневное время пройдете по центральным улицам, вы обнаружите, что, конечно, это уже просто зашкаливающая ситуация по улице Тургенева, где и так тесно, да, односторонка, но при этом умудряются с двух сторон выстраиваться в два ряда машины, да, и вот дальше, значит, пытающиеся проехать какими-то зигзагами. В общем, это все, конечно, совершенно не вдохновляет, но наверняка может быть решено с помощью разных современных новых технологий. Ну и вот тема, которую я вчера как-то спровоцировал у себя в Фейсбуке, сегодня получил комментарий от нашего главного архитектора, от Тимура Абдулаева, тема огораживания, так называемая, да, вот эти все безумные заборы, которые выросли всюду и везде, и иногда это просто совершенно фантастически приобретает масштабы, как, например, квартал Малышева-Луначарского, Бажова, Ленина, да, который оказался полностью унесенным за забор, и вместо того, чтобы пройти по диагонали за две минуты, теперь нужно десять минут тратить, чтобы вот обойти таким крюком весь этот квартал. Вот таких ситуаций очень много, и вот Тимур Абдулаев мне сегодня написал, что типа огоражения не жаловались, да, вот городская дума уже готова принимать решение о том, как бороться с этой безумной системой огораживания, как вести хотя бы нормативы высоты забора и так далее, а горожане ничего об этом не пишут. Хотя, когда начинаешь обсуждать эту тему, вдруг выясняется, что очень многих она действительно волнует. Кого-то волнует с точки зрения, хотим выше и больше заборов, а кого-то с точки зрения того, что прекратите, значит, мешать горожанам передвигаться и давайте создадим более комфортные условия друг для друга. Тоже абсолютно технологически решаемая, мне кажется, вещь, и разработка коммуникационных различных платформ помогла бы здесь тоже поднять масштаб проблем, потому что ситуация очень разная, и понятно, что где-то забор это большое благо, где-то это действительно огромное зло. И здесь надо искать компромиссы, для этого надо вообще понимать, что это, как это функционирует, как это в городской среде все оформлено. Сделать это можно только через вот этот городской активизм и через создание единых мультимедийных платформ. Ну, собственно, наверное, на этом все. Это такой вот краткий обзор того, что у нас в городе, собственно, можно зафиксировать. Наверняка есть еще много моментов, которые я не увидел и не заметил, и мне кажется, что это прежде всего связано с тем, что подобные технологии, подобный опыт остается все-таки локальным. У нас нет пока механизма, как его переносить на общегородской уровень. Ну, для меня всегда очень показательно, что форум Е1, который уже 20 лет как-то существует, вот он никуда не делся. Это, наверное, единственная площадка, где огромное количество людей постоянно что-то пытаются обсуждать и с разным качеством, конечно, но это функционирует, но это форум, да, форум технологии середины 90-х годов. Хочется уже чего-то более современного, и я очень надеюсь, что сегодняшний Хакатон в этом плане тоже нам поможет выйти на эти решения. Вот если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, с большим удовольствием, подключайтесь. Представитель общественной организации «Жилищные права и интересы граждан». Хотелось бы немножечко дополнить, вот этот вот доклад очень интересный, действительно тема поднята, но я хочу тоже абсолютно широко задеть этот вопрос только в связи с тем, что с чего начинается порядок в наших квартирах, домах, соответственно, вернемся к недавно пройденным выборам. Посещение этих выборов было, буквально, вы слышали, порядка 30% активных участников. То же самое это переносится на вот эту вот активную позицию граждан наших екатеринбуржцев. Ну и, соответственно, если дело касалось, только что сказали, высоких заборов, кто-то закрывается, мешает людям свободно жить, но это же касается только, мы примем изменения только в том случае, если у нас большее количество людей будет приходить на выборы и будет выбирать именно тех депутатов, которые будут принимать правильные законы, которые позволят нам свободно жить. Конечно, хорошо. Давайте так более в контексте того, о чем я говорю. Это у вас, да, плохо. Ну, наверное, действительно конструктивно. В поводу Екатеринбурга же у нас с нашими дорогами и в Казах хватит, чтобы... Да нет, ну, везде это не я, так понимали, да? Ну, опыт очень разный, да. Я думаю, что если мы там зададимся задачей покопаться на разных ресурсах, да, прежде всего, зарубежных, и посмотреть этот опыт, я думаю, там такие практики будут фантастические. Вот, конечно, да. Поэтому, говорю, нам пока это не переносимо, в принципе, надо сначала проблему дорогу решить, а потом уже на них выискивать выбоенные ямы. У меня было интересно, как это приложение «Сколько грязь». Оно работает? Если я оставляю отзыв, что там где-то что-то не так. По крайней мере... Прилент почти нет или нет? Вы следите вообще за ситуацией в Арджиникидзевском районе? Просто такая безумная активность последние полгода в связи с тем, что главой района стал Вячеслав Трапезников, и у него там масса каких-то инновационных попыток, по крайней мере, инновационно подойти к решению районных проблем. И там, ну, по сути, для города сейчас обкатывается такая новая, действительно, и ситуация, и какие-то технологии. Ну, говорят, что что-то решается. Да, я не могу сказать, что там стопроцентно, но мои знакомые, которые живут в районе, занимаются там, занимают активную позицию и что-то пишут, предлагают что-то устроить, по крайней мере, с ними обсуждают, и действительно, там, какие-то вещи появляются. То есть, если вы по новостям посмотрите, там, на сайте, например, того же, даже на странице просто Трапезникова можно это отслеживать, идет некоторое... Где-то спорное, где-то бесспорное, но улучшение качества городской среды. По крайней мере, то, что кажется совершенно очевидным, там реализуются. Там колпаки, да, против парковки на газонах, ну, устанавливаются, да, соответственно, мне кажется, может только приветствовать. И газоны не страдают, и грязи меньше, и автомобилистов как-то приучают. Все-таки куда вообще машины и ставят? Понимаете, не растут как гривен? Это проблема всех больших городов в мире, поэтому опыт очень разный. Еще какие-то вопросы есть? А вот электронные приемные вообще-то ведь работают? Да, электронные приемные, конечно, работают, здесь вопросов нет, но это, еще раз, это иерархическая система, да, вы снизу, а не сверху, вы написали, они там захотели принять, так как рассмотрели, приняли решение, не захотели, не приняли. Но вы не вовлекаете в это каких-то дополнительно, да, людей, вам нужно там совершить какие-то еще усилия, типа давайте коллективные письма писать, например. Хотя все можно уже в современных коммуникационных и технологических условиях делать и быстрее, и эффективнее, и интереснее, вовлекая в это действительно тех людей, которые еще там вчера даже не подозревали, что эта проблема касается действительно большого количества гаража. Вопрос больше к аудитории. Я не живу в Екатеринбурге, я из Москвы приехал. Вот, например, в Москве, ну, давайте сначала спросим, кто из присутствующих присутствует в социальных сетях? Можете просто поднять руки, кто присутствует в социальных сетях? Я сейчас пойду. Ну, активно присутствует, да? Я не очень. Так, то есть... Ну, подержитесь, чтобы так оценить. Пользуются... Так, как-то заходят, пишут что-то... Половину, что ли, аудиторию получается? Или больше? Больше. Ну, больше половины. Я почему спрашиваю? Например, в Москве, где я живу в своем районе, там у нас есть районная группа в Фейсбуке, где мы обсуждаем проблемы района, какие-то там магазины и так далее. Вот в Екатеринбурге есть такие районные группы? Если есть, то почему вы ими там не пользуетесь, если могли бы, да? Вот, и вообще предложение, ну, обсуждать. Вот именно в соцсетях тоже какие-то проблемы. Да, спасибо. Насколько я знаю, наиболее такая активная и массовая группа это Уралмаш и Маш ВКонтакте. И не сказал бы, что там прям какие-то проблемы решаются. У меня такое ощущение, что вот когда такая группа возникает, это может быть наша локальная ситуация, она сразу, да, уходит в такое вот патриотическое, да, настроение, типа мы самые крутые, у нас самый лучший район, и мы, значит, вот всем тут должны восхищаться, и вот каждым домом, и каждым кустиком, и каждым камушком, и за всем стоит какая-то локальная история. То есть это вопрос идентичности прежде всего. И вот я не встречал, кстати, ну, по центральным районам точно ничего не видел, да, там Ленинский район какой-нибудь. Вот, да. Ну, это же не Кидзовский район, это микрорайоны, просто это два соцгорода, да, со своей очень там устойчивой тоже идентификацией внутренней, вот, поэтому для них, да, это понятно, то есть они не обсуждают там судьбу Арджиникидзовского района в целом, они обсуждают вот тут свою внутреннюю, локальную, микрорайонную ситуацию, но, еще раз говорю, как бы не то чтобы обсуждают, да, скорее вот все время уходит такое вот историко-культурологическое описание, да, поэтому, возможно, кто-то знает еще опыт, да, форум, не в сайт, в конечном итоге, либо жесткая конфронтация, то есть не кинул вентилятор, то есть кто что может, в общий котел, ну, либо просто флот, поэтому мы это все подогревали. Понятно. В общем, активно участвуют и микрорайон ЖБИ, в Кировском районе, очень интересно, но большинство, количество людей старшего возраста участвуют, и они обсуждают именно не на площадках какие-то интернет-форумы, а активно встречаются, там проводятся и субботники, и собрания, и обсуждения, да, в живом виде. Ну, это ЖБИ именно. Да, именно ЖБИ. ЖБИ тоже своя, мы понимаем, там своя генетика специфическая, как он строился, и какой активизм был изначально у людей, которые этот район возводили. Хорошо, спасибо большое, мы действительно должны двигаться дальше. Я Влада не вижу, я так понимаю, что я должен тогда представить следующего докладчика, Алексей? Да, да. Хорошо, тогда Илья Сатонин, Лига ЖКХ, управляющая компания, не помню должность, кто из директоров, ну, какой ты из директоров. Здравствуйте, у нас есть возможность, да, на компьютере включать ссылки в интернете? Конечно. Ну, у меня... Ну, попробуем, с чем есть, будем работать. Всем привет, меня Илья зовут, управляющая компания Лига ЖКХ, мы работаем в Екатеринбурге, в Березовске, в этом году. Там много ЖК, вот, например, ЖК на «Красных героев», мы видим, что это два дома в городе Березовском, этот жилой комплекс он становился лучшим жилым комплексом в Свердловской области в прошлом году, и два дома, она примерно 129 в одном, 139 в другом квартир, и мы видим, что участников 300 человек, примерно, то на то исходится, в какой-то квартире там два человека, зарегистрировалось какой-то ни одного, но, тем не менее, вот оно так. и вот эта группа в ВКонтакте, она работает, но она работает только тогда, когда здесь участвует управляющая компания, здесь написано, потому что, если там собираются просто жители между собой что-то обсуждают, то управляющая компания на это не обращает внимания, ну, понятно, что это работать не будет. Можно там полистать, наверное, что там, ну, чтобы увидеть примерно, какие темы, вот там, кошку, да, сейчас подъезд, что она там делает свои дела, и кто-то недоволен. Про видеокамеры что-то с машиной случилось, ну, и прочее, прочее. То есть, в каких-то домах это очень интересно работает, если там сильное сообщество, и причем люди, которые используют интернет, ну, оно работает. Есть, конечно, дома, где мало людей используют ВКонтакте, и Фейсбук, и поэтому оно там не особо работает. То же самое можно сказать про WhatsApp. Во многих домах остаются группы в WhatsApp, и сейчас в Телеграме начали создаваться именно для жителей. и где жители обсуждают какие-то вещи. Ну, вообще, в WhatsApp на самом деле с чем мы столкнулись? Мы начали людям предлагать тоже эти группы создавать, но когда там, там, во-первых, ограничения по количеству участников, человек, по-моему, на 100 там есть, и они начинают спамить. Кому-то это не нравится, он уже спать лег, а там начинается какая-то переписка, ему это не нравится, люди начинают удаляться. Поэтому, ну, сейчас какое видение, что нужно группу в WhatsApp или в Телеграме создавать как раз-таки для общения с управляющей компанией, с советом дома, и совета дома между собой, потому что это еще работает. А для всех жителей, которые хотят получать информацию от управляющих компаний, там есть возможность создавать каналы. Они на этот канал подписываются, и ты в одностороннем порядке какую-то информацию про аварийные ситуации, еще какие-то объявления по дому отправляешь, и это уже нет вот там этого флуда, когда начинают обсуждать, кто там что поел. Потому что, ну, такое бывает, и это очень многих раздражает. Я только говорю вот конкретно про практику. Если мы сейчас наберем в браузере ask.ukliga.ru Просто это сайт ask.ukliga.ru Нет? А там на мониторе не показывает, да, только на этом? ask.ukliga? Да, ask.ukliga. Нет. У, как и русская. ask. Нет, ask нормально. ask.ukliga.ru u, k, liga. liga.ru лiga.ru Вот. Эта штука, она тоже, мы ее не писали, она продается. То есть это платная программа, просто ее под себя настраиваешь, ее закидываешь на свой хостинг. И что это такое? Это система вопросов-ответов. Многие вопросы повторяются, когда жители звонят в управляющую компанию, то они задают пример. Очень похожие вопросы. Как оплатить за квартиру или еще что-то? Вот здесь можно набрать, как оплатить за квартиру, найти ответ. Он нам... Найти ответ, тыкнуть и набрать, как оплатить за квартиру. Он нам даст возможность зайти туда и увидеть ответ на этот вопрос. Вообще идея какая? Чтобы максимальное число вот этих вот не единичных вопросов, а такие, которые задают не один человек, а более чем один человек, чтобы они здесь были. Причем этим можно пользоваться как жителям. Житель, чтобы не звонить в управляющую компанию. Я вот лично никому не люблю звонить, потому что там пока дождался, в общем, много времени со связью. Я люблю все. Или в чате, или в интернете делать. Чтобы можно было найти здесь ответ на свой вопрос, но не только жителю, а к тому же у нас есть консервшопис. По-старому это называется диспетчерская, но диспетчерская это где злая тетенька, которой лучше не звонить. Консервшопис это те люди, которые помогают по всем вопросам, связанным с домом. Были даже как раз случаи, когда звонили про котенка, чтобы отбросили котенка в подъезд, надо его пристроить. Они там помогали, чтобы его пристроить. Чтобы они это использовали как базу данных, сотрудники управляющей компании. Потому что все в голове не удержишь. Пришел новый сотрудник, у него всего этого и не может быть, потому что достаточно большой объем. Или охранник сидит на рецепции, к нему подошли, говорят, как платить за квартиру. Он может сказать, я не знаю, это как бы я охранник. А может зайти сюда и сказать, конечно, сейчас разберемся вместе, открыть сайт. Там, кстати, можно найти. Даже есть видео про сосульки. Как образуются сосульки. Если кому-то вдруг придет такое в голову, можно посмотреть. Слушай, по-моему, по-моему, тысячи две мы платим в месяц. Эта система, это не только такая база данных. Там еще в нее входит система работы с электронной почтой. Ну, такая достаточно прикольная, когда ты пишешь на одну электронную почту, но на той стороне проверяет не один человек, а там их может быть хоть сколько. И тебе отвечает тот, кто первый получил этот вопрос. Поэтому обработка электронной почты, она достаточно быстро совершается. Ну, вот видео какое-то есть. Оно вот там есть. Эта штука, она дополняется всегда сотрудники того же консьержа офиса. Они говорят, ну, слушай, много вопросов по этой теме. У нас там нету статьи. Давайте сами при чем пишут, потому что они могут прийти, да, сказать. Вот темы нету, напиши. Ты говоришь, нет, 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 ребята, давайте ты сам напишешь, раз ты нашел уже ответ, и мы туда разместим. Так это работает. Что у нас еще есть изготовлено? Ну, чат на сайте, наверное, все знают, как он выглядит. Это можно не смотреть. У нас Google таблицы мы достаточно интересно используем для финансовой отчетности перед советом дома. Но есть некоторые вещи, которые все-таки приходится нам создавать самим. Хоть это и дорого, но без этого никуда. По двум причинам. Первое, это вообще такого нету. Ну, понятно, приходится делать самим. Второе, это когда что-то есть, но когда у тебя, ты пользуешься там мегапланом для постановки задач, ты пользуешься Google диском для создания шахматки, и это все у тебя как такой Франкенштейн такой. Ну, он живой, да, но он корявый, и ему очень тяжело там управлять, потому что кто это все придумал, у него еще это есть в голове, он все помнит. Простой человек, он придет, который этим, ну, у самых высоких не стоял, он в этом не разберется, и понятно, что если это неудобно, он этим пользоваться не будет. Поэтому этого Франкенштейна нам нужно превратить в такого Арнольда Шрусснеггера с такой налитой, налитым бизнесом, чтобы он работал, действительно, чтобы он был эффективный. Вот, ну, как раз вопрос про расходные средства. Можно в правильной строке набрать stats.ukliga.ru Это тоже, это я считаю, такая одна из самых важнейших частей, которые мы сделали, мы запустили, не знаю, пару-тройку месяцев назад, но это, мне кажется, прорыв, хотя оно прошло как-то не особо заметно. Вот это как раз отчетность по тому, куда деваются деньги. Что-то там не полностью загрузилось, то есть мы видим, сколько за сентябрь пришло насчет дома денег, и расходы там должна быть, вот оно нарисовалось, то есть мы видим, на какие статьи сколько денег уходит, и если мы еще нажмем на, ну, или на отопление, или на содержание жилья, мы увидим, кому, да, то есть контрагент, Свердловский, ПАУ-Т-Плюс, это поставщик тепла, назначение платежа, когда ушло и сколько. Если есть вопрос какой-то, то можно нажать на эту кнопочку, там сразу это приходит как раз в ту систему, где отвечают на электронную почту, ну, и получаешь ответ, устраивает, не устраивает, бывает такое, что мы там не туда что-то перевели, ну, чаще всего бывает как, что у нас для каждого дома создан отдельный расчетный счет в банке, то есть это не лицевой счет какой-то там виртуальный, он реальный счет, и деньги с одного дома, они не должны уходить на нужды других домов, поэтому вот каждый счет подключен к своей страничке. Бывает так, что платер ошибся и нажал, что оплатить, например, за Вилоном 22А, ну, с паровой, например. Ну, ушли деньги, понятно, что потом Вилоном 22А, это паровой возмещает, это человеческий фактор, от него пока никуда не деться. Эта вещь, она почему стала возможной? Это интеграция, на самом деле, с интернет-банком. У них есть API, это банк-точка, ну, я думаю, что многие его знают, у них есть открытая API, и через этот, через эту API-шку мы оттуда добываем информацию по каждой из транзакций, практически там, ну, синхронизация с какой-то периодичностью идет, но, в принципе, это понятно, ну, все понимают, что это не руками делается, это идет то, что в банке реально есть, даже если кто-то у нас заведется, да, какой-нибудь из комьюнити-менеджеров, который решит что-то подделать, он не сможет это сделать, потому что ну, он не сможет прийти в банк и сказать, давайте, вот, чуть-чуть поднклюем, скажем, что еще что-ли, иди домой. Вот, так что, вот эта вещь, она тоже работает, можно, ну, кому интересно, зайти, посмотреть. Здесь есть по движению денежных средств, вся информация в перспективе, сюда нужно привязать будет бюджет доходов и расходов, кто с экономическим немножко планированием знаком, наверное, меня понимает. То есть, вот это, это то, что пришло фактически насчет дома, и то, что ушло со счета дома. Но мы же не знаем, сколько должно было прийти и сколько должно было уйти. То есть, вот здесь мы можем посмотреть, там, на счете дома, там, 154 тысячи, можно сказать, о, класс, 154 тысячи, вроде как бы нормально. Но если мы должны поставщикам, например, 15 миллионов, а у нас всего 154 тысячи, и мы еще уже, ну, вообще ничего больше не ждем, и к нам еще не придется, значит, у нас плохая ситуация. Если же наоборот, мы все все оплатили, и у нас еще осталось 154 тысячи, то это хорошая финансовая ситуация. То есть, ДДС без БДРа не работает, БДР даже, ну, бюджет доходов и расходов, он даже важнее, но это вот в перспективе, это, наверное, будет интеграция, как раз, с Google-таблицами. У нас сейчас Google-таблицах сделано. Ну, сейчас не сможем зайти, ну, кому интересно, если что, покажу. У меня в Facebook можно написать. А личный кабинет, это тоже? Да, личный кабинет подключен. У нас все это дело в процессе написания. В личном кабинете у нас пока только сдача показаний и скачивание квитанции. В перспективе туда будет добавлено, что будет добавлено? Туда будет добавлено, как раз, если у нас создается в нашей сервере системы, мы тоже ушли от Мегаплана, и пишем свою, если там создается задача, то сразу вы будете видеть, когда она создана, какой результат там закрытия. То есть, житель будет понимать, что про его задачу не забыли, что она там есть. Мы можем, в принципе, зайти, на рабочую не будем заходить, потому что права доступа. Попробуем зайти, если наберем, санью, либо точка ру, правда, она может быть глючная, сразу предупреждаю, возможно, она нам не даст ничего видеть. Санник, как солнечный, написать. А как она интегрирована к из ЖКХ с 1 января 17-го года? К из ЖКХ пока вручную, но в перспективе надо интегрировать. Ну, да, конечно. В любом случае... Не заходит? Потому что пишет на сайте, я читал в ГЖИ, читал, что 1 января 17-го года будут применяться санкции. Да, но квитанции надо выкачивать. А квитанция тоже больная тема. Мы меняем уже третью программу для выставления квитанции, потому что сначала были в 1С, но она все-таки, она сильно общая. То есть там допиливаются, конечно, некоторые вещи именно под ЖКХ, но все-таки она изначально написана не под ЖКХ, и поэтому мне не сложно работать. Потом мы работали в РЦ онлайн, это такой разработчик Керимбургский есть. Мы с ними... Я очень рада. Ну, у них все в облаке, что хорошо. С любого места можно зайти туда, поработать с штангцами, тому же отделу биллинга. Но они, хотя они говорят, что у них есть открытая ОДИ, что они какие-то дружелюбные, и с ними можно работать, они очень... Насколько я понял, у них левая часть. Один кабинет не знает, что делать другой. Поэтому мы с ними полгода провозились, там была простая вещь для личного кабинета, хотели прикольно сделать. Ничего не получилось из-за того, что они просто не дают с ними интегрироваться. Пришлось нам перейти на питерскую компанию C300, она называется. Вот C300 у них уже реализована на их базе интеграция с ГИС ЖКХ, то есть они с квитанцией, которые мы выставляем в C300, они автоматически будут туда прокидывать. То есть эта проблема снята. Но опять же, C300 тоже там полегче интеграция с ними, она идет, но, не знаю, может быть в перспективе, правда, не года и не двух, я думаю, будем делать свой биллинг, пока сильно часто меняется законодательство по населению платежей, поэтому нужно дождаться, чтобы это все устаканилось, потом, если что, заниматься своим. Ну что, работает оно? Нет. Эта демонстрационная версия была для одного из застройщиков, потому что мы эту штуку предлагаем и застройщикам использовать, у которых есть свои управляющие компании. ну, может быть, там что-то сбилось, потому что ей там давно никто не пользовался. Ну, не получится. А давай, знаешь, что еще сделаем? Набери гига ЖКХ Ютуб. Да, там есть видео как раз о этой штуке, когда мы ее анонсировали. Заходи туда. Ну, там примерно, чтобы функционал ее увидеть в видео, и там, наверное... Фу-фу-фу. Вот. Вот это вот. Короткое видео посмотрим. Она сейчас более расширена уже, но, тем не менее, будет понятно. Можно на весь экран. Это как раз-таки CRM-ка с базой данных по домам, и туда очень много всего, много планов, чтобы... Ну, вот это как раз добавляется новый дом. Сейчас оно добавит подъезд, потому что шахматка – это очень удобная вещь для работы управляющей компании, потому что ты видишь, как квартиры расположены в этом доме, и какая квартира над какой. Если тебе звонят на квартиру какой-нибудь 185-й, ты знаешь, что под ней там 173-й, и, скорее всего, там, и дали не там 194-я, и что-то надо звонить на 194-й, и узнавать, у вас ничего там не протекает. Сейчас вот он создаст как раз эту шахматку, и вот видно, как вообще выглядит дом в разрезе, да, если его разрезать, развернуть. Вот оно, вот так вот, например, выглядит. Первые два этажа – это не жилые, остальное – ну, какая квартира над какой, под какой оно и есть. Потом туда можно заходить, там, в каждую из квартир, в этой версии еще нету, только мы представили это создание шахматки. Ты заходишь и видишь информацию про задачи в этой квартире, про собственников, которые живут в этой квартире, ну, и туда мы потом будем привязывать НПС, это Net Promoter System, это опрос жителей, который мы проводим, мы стараемся, ну, хотим, чтобы мы опрашивали раз в полгода каждого из жителей. Опрос очень простой, то есть мы задаем вопрос, с какой вероятностью по 10-бальной шкале вы нас порекомендуете своим друзьям и знакомым. Если ты что-то рекомендуешь своим друзьям и знакомым, то, значит, тебе это нравится. Соответственно, если не рекомендуешь, то не нравится, и ты к нам спрашиваешь, ну, что мы можем сделать в ближайшие две недели, чтобы в следующий раз поставить более высокую оценку. И вот очень крутая обратная связь, это как у пилота, да, когда он летит, у него в кабине есть некоторые приборы, там, высоту показывают, там, крен и прочее, и прочее. И если он видит, да, что-то на этих приборах, что ему не нравится, он их не заклеивает, и не закрывает глаза и говорит, нет, это вот, плохо прибор показывает. Нет, особенно важны вот эти плохие отметки, когда ты их получаешь, ты понимаешь, в каком направлении тебе нужно двигаться, и где ты провалишься. Блокирует систему безопасности, да? Блокирует систему безопасности, и потом самолет падает. Да, да, заклеивает пластырь его и ведет по наитиванию. Так у нас делают дороги. Что еще посмотреть? Как раз можно опрос, кстати, этот посмотреть, если мы зайдем уже в группу ВКонтакте Лиги ЖКС, там недавно была ссылка на него. Посмотрим, как он выглядит. Тоже, кстати, мы его сами не писали, это готовый софт, если вернуться к нашей теме, что не надо делать то, что уже сделано, лучше использовать. Да, вот сюда зайти. Чуть ниже. Там он будет где-то, где-то, где-то. Ниже, ниже, ниже. Так, ниже. Еще. Еще ниже. Видимо, далеко все-таки. Последний опрос был. Вот это тут какие-то новости с наших домов как раз идут. Еще ниже. А вот можно откнуть нижнюю часть, помогите Лиги ЖКС стать лучше апреля 2016-го. Нет, нет, прямо на салфах. Я думаю, что он не должен быть закрыт, что он будет в рабочем виде. Сейчас мы его посмотрим. Спасибо. Да, вот можно нажать пройти опрос и примерно посмотреть, какие там вопросы задаются. То есть, здесь выбирается дом. Ну, что-нибудь можно выбрать даже. Там, как вас зовут. Номер квартиры. Вот здесь вот как раз набираешься по вероятности. Порекомендуешь. И дальше там он спрашивает, что мы можем сделать в ближайшее время. Этот опрос, он дает индекс НПС. Индекс НПС как вычисляется? Из процента тех, кто ответил 9 и 10, например, мы опросили 100 человек, девятки и десятки, поставило из них 50 человек. Мы вычитаем процент тех, кто поставил оценки от 0 до 7. Нет, до 6. И, допустим, 30 человек ответили, что плохо к нам относятся. Те, кто нейтральные, кто поставил 7 и 8 баллов, они в расчете индекса вообще никак не участвуют. Соответственно, мы из 50 вычитаем 30, получается 20-20 это наш индекс НПС. Мне там показывают, что уже нужно закругляться. Ну, в общем, тезисы основные, что не надо писать того, что, в принципе, уже кем-то придумано и что, если говорить так же вот о теме грязь, как на грязь? О грязь. Стоп грязь. Она бы не стала работать, если бы кто-то ее написал, не поговорив перед этим с арджиенской администрацией, с трапезником. Потому что, ну, понятно, что кто-то выходил, оставлял информацию о грязи, если никто эту информацию не обрабатывает, то она не работает. Поэтому все приложения, нужно как-то, чтобы они были интересны двум сторонам. Поэтому вот такая рекомендация. Ну, ладно, в принципе, все, что-то успел рассказать. Я скажу, пожалуйста, в этой части с более разной связи сколько массово, сколько пользуют успехом, в этой части? Слушай, ну, примерно, я думаю, где-то в первые разы очень много людей отвечало именно в интернете. потом, видимо, немножко, ну, что мы там, мы же там два месяца назад говорили уже, что 10, зачем снова говорить, что 10. Поэтому часть идет через интернет, часть потом-то обзванивается, и оператор вручную сам заполняет вот эту штуку, ну, он по телефону говорит с людьми. Кто-то, ну, кто-то интернет не пользуется, им понятно, что надо по телефону позвонить. Ну, вот задача, чтобы мы, ну, где-то, не знаю, 80-90% жителей раз в полгода каждого из них спрашивали. Они разные, кстати, по разным домам, вот как раз самые лучшие, это же Канкрасногероев, которые я показывал, у них индекс 54, ну, то есть это, там, очень мало негативных, много, ну, есть часть нейтральных, но большая часть это девятки и десятки. Есть индекс, который минус идет, то есть дом только к нам пришел, они еще нас не знают, там есть, там, и минус 20 где-то. Ну, то есть как раз можно оценивать эту динамику. Здесь важно не сравнивать один дом с другим, здесь нужна динамика. А задачи, которые, то есть, кто прорабатывает это все в ручном режиме или сгруппируете, потом попадает в CRM как... Это консьерж офис, да, он этим занимается и это все попадает вот в ту, которую мы видео смотрели, в ту CRM, которую мы пишем сейчас в процессе, но дописывается каждый там месяц новая итерация, что-то новое запускается, а в следующей неделе там следующая это тоже будет. Сколько у вас за дом? У нас 23 дома, два города, примерно 200 тысяч квадратных метров. Ну, если самая большая там в городе врач-компания, там у них где-то 2 миллиона, может там, 2,5 миллиона у нас, ну, в 10 раз меньше, чем у нас врача врач-компании, но мы растем там. Это эффективно, да? А сколько эффективно домов иметь в украине к себе? Вообще, моя идея, что надо создавать, если мы говорим о юрлицах, надо создавать одно юрлицо на 100 тысяч квадратных метров, потому что при нашем законодательстве это опасный бизнес, потому что всегда может что-то случиться, что потопит компанию, поэтому лучше, если у тебя уходят компания на 100 тысяч квадратных метров, если компания, чем компания на 2 миллиона. Поэтому на 100 тысяч несколько юрлиц и много функций нужно, ну, часть функций нужно централизовать как консьерж-офис, как пилинг, но частью вот должны быть команды, каждая команда на 100 тысяч квадратных метров, чтобы они были относительно автономны, потому что если ты начнешь сконцентрализованно этим всем управлять и они будут к тебе бегать по каждому вопросу, то ты потеряешь конкурентное преимущество, это все будет очень долго решаться, ну и, соответственно, никто тебя выбирать не будет, поэтому давать автономность. Это как в Древнем Риме, да, у них на 150 миллионов человек примерно был административный аппарат, который всем этим делом управлял высшие чиновники примерно 4 тысячи человек. Потому что что они делали? У них там средств связи не было, поэтому они не могли по каждому вопросу отправлять отца например, в тот же Британию. И поэтому большая часть вопросов в Британии решалась местными наместниками без консультации с Римом. Вот здесь примерно та же самая ситуация. Есть книжка такая изобретая организации заново, Reinventing Organizations. Вот там как раз про Reinventing Organizations изобретая организации заново. А кто ты сел? Тут в интернете можно найти. Хорошо. Она достаточно толстая, но там очень много таких идей про новый тип организации. И вот они как-то очень влияют на то, что мы делаем. Спасибо. Всем рекомендую эту книжку. А у вас реализовано уже биринг с ресурсоснабжающими организациями? Ну, биринг по потреблению тепловой энергии. Вы имеете в виду диспетчеризация, удаленное снятие показаний? Да, именно не вы снимаете показания, а ресурсоснабжающая организация в автоматическом режиме заходит на первое число каждого месяца, в автоматическом режиме списывает, показают потребление за текущий период. Нет, мы с ними пока этого не стали делать. У нас стоит спичеризация, то есть мы сами снимаем эти показания удаленных, большинство этого. Но с ресурсниками мы имеем такая идея, что вообще здесь пока тяжело работать безопасно, потому что очень большие риски в сфере ЖКХ. Пока не будет... Какие риски, что ты должен заплатить ресурснику миллион, например, оплатили тебе 95%, они тебе оплатили там 950 тысяч. Ресурсник говорит, мне без разницы, сколько тебе оплатили, ты мне весь миллион оплатил. И каждый месяц все равно есть какая-то часть неплательщиков, есть такие, которым даже там ограничения подачи электричества, они живут при свечах, то есть у них никогда не собрали, у них просто нет денег. И, соответственно, вот этот долг 50 тысяч накапливается, 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 и в какой-то момент ты можешь рухнуть. Поэтому выход, я жду сейчас от Госдумы принятия закона, когда жители будут ресурсникам по договорам с ресурсниками, чтобы через нас эти деньги транзитом не проходили, потому что мы на них наценки никакой не можем делать, просто сколько купили, столько и продали. Ну, при этом на нас висит вот этот вот риск долг ресурсникам, ну, им хорошо. Сейчас же обсуждается расщепление платежей, чтобы транзитом проходили деньги. Ну, вот транзитом, нам транзитом не надо, нам нужно, чтобы прям у ресурсника был прямой договор с жителем. Я надеюсь, что Госдума все-таки примет решение. Ну, ты об этом речь идешь. Ждем. А тогда как договор должен будет измениться? Договор правил? Ну, я думаю, это уже тактика, это не стратегия, поэтому мы решаем вопрос. И в каком виде у вас описание общего имущества в договоре? То есть общий договор? Если интересно, могу скинуть договор, это я думаю, сейчас Хакатон не очень имеет отношения. Что-то еще видно по теме использования антикизма. Саживилось, у меня вот эти вот эти технологии, они окупаются или это привлекает для вас имиджевые вещи? Не, имиджевые вещи. Мы вот позанимались как раз имиджевые вещи получилось, да, когда я рассказывал про приложения вот для айфона. Вот это оказалось, я думал, что это будет как бы работать, да, классно, нифига. Вот то, что сейчас мы делаем, уже какой-то опыт определенный появился, сейчас мы используем только то, что реально упрощает нам работу и приносит результат. То есть это упрощает работу? Да, это упрощает работу, но это, опять же, это только инструмент. Понятно, что без людей, которые готовы этим инструментом пользоваться, это ничего не будет работать, потому что если там есть молоток у тебя, оно без тебя не будет запивать гостик. Поэтому оно и есть, можно создать любой лучший инструмент, но если у тебя работают люди, которые не хотят, не готовы, не умеют этим пользоваться, ничего не болит. Не знаю, люди почему-то не хотят отправлять тебе заявку через приложение по лампочке подъезде перегоревшей. Не знаю, вот так вот. Ну, может тогда это было, может сейчас это пойдет, но все равно это было делать, потому что имея вот такую платформу, потому что мы сейчас с другой стороны, мы там сделали такую маленькую часть общей платформы, да, без самой платформы, поэтому может она не заработать. Если у нас будет платформа, к которой можно уже привязывать определенные вещи, да, как вот это статс, там, еще что-то, еще что-то, тогда это, наверное, заработать, когда это будет все интегрировано. Как вот Шварценеггер, да, они обычные. Мне интересно, будет возможность у каждого отдельно взятого человека, который будет посылать заявку, положим, на перегоревшую лампочку, увидеть, сколько затрат ушло на выполнение этой работы? Я думаю, такой витализации нам не нужно, она зачем? Нет, людям, конечно, мы интересны, которые там автор живут. Ну, мы что-нибудь можем написать, ну, как мы это посчитаем? Лампочку, вот он пришел там. Да, это ерунда будет. У нас еще один уникальный, поэтому Илья здесь пока остается, с ним можно... Ну и ненадолго. Да, какие-то вопросы, которые вас интересуют непосредственно от него, как носителя информации, Илья, спасибо большое. И я хотел бы пригласить еще одного нашего лектора, Антона Калмакова, руководителя проекта «Чистый город», верхняя Пашимова. Спасибо. Здравствуйте. А давайте откроем, который... Еще листовка есть? Я как-нибудь помогаю, я буду так вот делать, да? Все, хорошо. Ну, давайте начнем сначала. Что такое «Чистый город»? Может, попросить чуть-чуть? Чуть-чуть. Хорошо. Что такое «Чистый город»? «Чистый город» — это такое мобильное приложение, с одной стороны, которое позволяет гражданам, увидевшим машину на газоне или детской площадке, сфотографировать ее через мобильный телефон, написать время-место и отправить это дело в администрацию. С другой стороны «Чистый город». Давайте следующий слайд. Укнем сразу. С другой стороны, приложение в администрации, которое работает, которое позволяет администрации справиться с тем потоком обращений, которое формирует мобильное приложение. Тут важно... Сам доклад называется «Ключевые аспекты взаимодействия в ходе разработки подобных решений с органами муниципальной власти». Очень важный момент — это то, чтобы у власти был правильный интерфейс. Если его нет, то его надо все-таки разработать. Давайте на следующий слайд перейдем. Как оно работает, я коротко уже рассказал. То есть у нас есть мобильное приложение нарисовано в схеме мобильничек, у нас есть управляющая система информационная в администрации, специально для нее разработана, у нас есть совершенно замечательный бумажный инструмент взаимодействия с ГИБДД, потому что с ГИБДД почему-то пока работают только бумажные инструменты взаимодействия. Все электронное, кроме запросов ГИБДД от собственников и владельцев. Равно как и ответа, тоже получаем бумажный. И все это потом приходит нарушителю. Сначала протокол, потом штраф. Давайте дальше пойдем. Как оно выглядит, это самое наше мобильное приложение? Мы рассчитывали его пока, чтобы запуститься, ну, первую итерацию, да, чтобы посмотреть, вообще люди будут более не пользоваться, не будут, ограничиться минимальным набором функций и минимальными, опять же, требованиями. Т.е. он заходит в свой список этих жалоб, тыкает ключик, у него сразу камера поднимается, наводит камеру на машину, жмет добавить фото, заполняет время, адрес, номер, модель отправляет. Далее, очень важный опять же момент, тут этого на слайде не видно, хотя нет видно. Видите, у всех жалоб есть статусы. Вот у одной обработанного, у другой черновик у людей отправлено. Это тоже очень важно, потому что вот как раз то, о чем я говорил, без обратной связи люди не работают. И эту обратную связь из администрации получить не всегда просто. Именно отчасти для этого нами были разработаны функциональные вещи для администрации, эта система, чтобы люди видели не просто то, что у них отправили они и все, да, а потом, знаете, полтора месяца это вот среднее обрабатывается вот эта жалоба даже с нашей информационной системой в силу того, что сам процесс, он описан законодательно и его быстрее сделать сложно. То есть самое короткое время, в которое мы пока уложились, это 25 дней. Представляете, человек отправил и 25 дней молчок. Обидно, да? Вот. Мы, чтобы так не было, мы новую систему статуса выбили. Мы сейчас просто пишем, что вот сейчас оно находится на такой-то стадии. Отправлен сброс ГИБДД, например. А сейчас находится на такой-то стадии. Нарушитель пришел и сказал, что да, он был не прав. Или, а сейчас вот нарушитель уже наказан. То есть им вынесено постановление об административном правонарушении. Так, чтобы люди видели, что мы работаем, администрация работает, и что вот их действия, их возмущение, которое они испытали в этих машинном детской площадке, оно как бы отработалось правильно. Давайте дальше пойдем. Вот. Такая вот штука на 1С, это как раз обработка входящих жалоб. Это вот жалобы граждан, которые обрабатывает наш оператор. Он перед администрацией сидит, это специально нанятый человек, который не дает всякому трэшу в администрацию попасть. То есть, например, люди, чтобы потестировать, мы новость на Е1 выпустили, у нас пришло 15 чайников, фотографии 15 чайников с этим пришло. Потому что люди фотографировали чайники, не знаю почему, на кухне там или еще где, чтобы проверить вообще, работает или не работает. Мы пишем, что ваше обращение отклонено в связи с отсутствием состава преступления. Чайники не обнаружили. В обработке. Вот, да. Пойдемте дальше. Ну, оператор вот отсматривает. Мало того, у нас не просто фотка. В фотке пишутся всякие дополнительные данные. Например, мы получаем время и место совершения правонарушения со спутника. Оператор сразу видит, в пишме это зафиксировано. Или, как вот после, опять же, новости на Е1 из Екатеринбурга, много очень пришло обращений граждан, которые мы даже завернули, потому что мы не можем в Екатеринбурге их пока обрабатывать. Пока. Вот. Ну и дальше пойдемте. Формируется заявление об административном правонарушении. И дальше можно пролистать все слайды, вот быстренько даже. Короче, тут много всяких экранов с кнопками, которые позволяют администрации по факту сформировать весь набор необходимых документов в течение считанных минут-двух. А теперь, собственно, перейдем к ключевым аспектам. То, о чем должен был доклад. Это, чтобы немножко представился, да. А теперь расскажу, каких мы там косяков собрали. Как с ними боролись и с чем еще боремся. Итак, ключевые аспекты. О чем я буду сегодня говорить? Я говорил, что приложения должны пользоваться две стороны. Когда у нас СИТУДЖИ, то есть граждане общаются с государством, обязательно должны пользоваться две стороны. Иначе, если государство не отвечает на запросы граждан, гражданам становится неинтересно. Если же к запросам граждан не поступают, то государству становится неинтересно. То есть нужно замотивировать каким-то образом обе стороны. У нас мотивация экономическая, кстати. Как получить массовость? Тоже ключевой важный такой момент. Я не буду сейчас сравнивать нас с коллегами, да. Но суть-то в том, что на данный момент там у каждого, сложно сказать, но примерно у сотого или 150 гражданина Верхней Пышмы наше приложение в телефоне стоит. Но можете пересчитать на Екатеринбург, примерно прикинуть, сколько бы тут было при достижении такой массовости приложений. С каким интерфейсом работаем? Да, в администрации есть интерфейсы, они разные, и надо хорошо подумать, когда вы проектируете приложение свое, куда оно, собственно, в администрацию будет дыхать, и что может после этого произойти. Ну и какая экономика в проекте? Ну, я понимаю, что бывают ситуации, когда проект делается из каких-то там социальных побуждений на лишние деньги, или на деньги, которые государство дает. Но нам такие ситуации не интересны, то есть мы про бизнес все-таки. То есть про экономику даже немножко поговорим. Давайте дальше пойдем. А можно сразу вопрос? Да. Вот что касается экономики, мотивирован будет человек, который посылает это заявление, только тогда, когда он увидит, что штраф этому человеку, денежные средства от поступивших в администрацию денежных, или куда они там поступают, например, что-то выполнено. Тут важный момент. Гражданина мотивирует в первую очередь то, что у него ребенок гуляет на детской площадке, а там тачка стоит. И ему нужно, чтобы там тачка не стояла. Вопрос о том, как государство, муниципалитет в частности, тратит бюджетные деньги, он важный, но он не про нас немножко. То есть мы решаем вот другую волю. Если кто-то придумает приложение, которое сможет в онлайне следить за тратами муниципалитета, это будет классно, но я не верю, что это произойдет. Должны пользоваться граждане. Какие мотивации могут быть у граждан? Понятно комфорт? Я уже сказал, ребенок гуляет на детской площадке, там стоит машина носом в этой песочнице. Некомфортно. Он должен ради своего комфорта что-то немножко напрячься, две кнопки нажать. Нормальная мотивация. Справедливость. Опять же, у нас очень, у многих людей обостренное чувство справедливости. Иногда слишком даже обостренное, поэтому приходят часто жалобы просто на дорогие машины, которые, ну кажется человеку, что неправильно припарковывают. Но в действительности нормально там все. Но обостренное чувство справедливости. Ну и власть тоже. Может обида, да. Может обида, да. И власть тоже. Важно человеку почувствовать, что он чем-то управляет. У нас есть очень забавный отправитель. Она просто лично к нам пришла, мы с ним познакомились. Это почти что, как сказать там. Ну короче, человек, который очень давно ничем не работает, никем не работает. Вот. Но телефон у него есть с андроидом. И он просто кайфует от того, что ходит и вот этих вот гадов к ногтям. Я понимаю, что это плохая мотивация, но тоже это скрывать не будем, да. Чего хочет муниципальное образование, вторая сторона нашего взаимодействия. Тоже надо подумать, какие у них мотивации. Вот у нас базовая совершенно простая мотивация. Деньги. Муниципальный бюджет пополняется за счет штрафов за благоустройство. Ежели штраф за благоустройство с тех же газона сейчас составляет от 1 до 5 тысяч, то за одно нарушение можно заработать от 1 до 5 тысяч. Скажем, если мы зарабатываем по тысяче, а этих нарушений фиксируем, как сейчас у нас порядка 600 в месяц. Муниципальный бюджет пополняется на 600 тысяч в месяц. Что в принципе уже деньги, потому что в год это уже 6, сколько там, не 6, 7 миллионов 200 тысяч. Неплохо. Деньги. Решение проблем благоустройства. Ну, вы тоже в теме, вы видите, что происходит с благоустройством. Администрация только цветочки выходит. И тут сразу же кто-нибудь по ним проехался. Неудачно. Они, им важно. Вот Паршникизовский район публичную эту деятельность ведет. По ним тоже видно, что им важно. Они эти конусы засовывают, чтобы машины не заезжали и так далее. То есть снизить количество нарушений для них тоже важно. Не только заработать, но и снизить количество нарушений. Ну и понятная тоже совершенно схема третья – PR. Потому что, когда человек что-то запускает, модное, крутое, мобильное, его по телеку показывают. Вот в частности, нас по телеку показали после запуска 9-го числа, 4 же даже показали по разным местным каналам. Ну а про новости и вообще каналы привлечения аудиторию немножко поговорю потом из личного опыта. А, чего не хочет муниципальное образование – тоже очень важный момент. Оно не хочет дополнительной работы. Но это всегда… Да. Нет, справедливости ради, никакое муниципальное образование, никакой работы не хочет. Но хотя бы, чтобы не было лишней, чтобы не стало больше, труднее и тяжелее. Поэтому надо хорошо-хорошо думать, если работаем с администрацией, чтобы им, действительно, они не сказали, не, ребят, что-то вообще тяжелое, мы с вами больше работать не будем. А риски есть. Давайте дальше хвостим. Все уходим. Как получить массовость? Ну, первое – болеть должно сильно. Вот возьмем вот тот же пример. Тут сейчас будет не про муниципалитет, будет как раз про жигах. Отправка показаний счетчиков с телефона. Эту тему несколько раз в разных видах уже озвучивали люди. И, к сожалению, ни разу тема не выстрелила. Почему, на наш взгляд, ни разу не выстрелила? Ну, потому что она не болит у человека. Ну, я вот, может, не прав, да, по-человечески, но я, например, показания своих электрощетчиков сдаю раз в два месяца, потому что просто забываю. И ставить ради этого мобильное приложение, чтобы не забывать, я не буду. У меня в телефоне так дофига всего стоит. Болит не сильно. А вот когда, в нашем примере, да, с детскими площадками, там болит так хорошо, припекает временами. Поэтому пользуются люди. Второе – кто и как продвинет идею в жизни. Часто возникает такая иллюзия, что мы работаем с администрацией муниципального объединения, там, города или района. И сейчас вот нас, они возьмут да популяризируют. Да никак они не популяризируют в действительности. Потому что в администрации инструментов нет. Продвижения. Ну, по факту нет. Они могут это там рассказать пару раз по телевизору, но это не очень, чтобы будет работать. Ну, или могут своем производстве запустить. Тоже не очень, чтобы будет работать. Будет там, ну, у вашего мобильного приложения порядка просто скачиваний. Юра. Сами второй, опять же, способ нагонять народ, это не через администрацию, не надеяться на них, а самим. Он, понятно, он эффективный. Мы так поступили. Но тут тоже надо понимать, как и за счет чего. Наш опыт. Мы анонсировали само приложение 9 августа 2016 года. То есть чуть больше, чем полтора месяца назад. Самый большой эффект дало размещение новости на портале Е1. Точнее, уже двух новостей. Оно дало по первой новости порядка 170 регистраций, из которых мы считаем порядка 120 башминских. А по второй новости 57 регистраций, из которых мы считаем порядка 30 башминских. Ну, как мы считаем, мы видим потом, кто откуда отправлял. На втором месте оказывается портал, тоже региональный, 66.ru. Кроме того, нами использовались рекламные материалы на велопарковках. На велопарковках вышмеются такие бумажки, на которых написано, что если видите машину на детской площадке, вот вам инструмент в руки. Нами использовалась реклама в газетах. Вчера было выступление как раз генерального директора УГНК «Телеком» на радио. По телевизору на сутку, когда мы анонсировались, так получилось. Ну, там просто провели пресс-конференцию в администрацию по шуму. Поэтому, собственно, и показали телеку много раз. Но я вам должен отметить, что самые эффективные каналы оказались бесплатные, размещение новостей на городских порталах. Видимо, в силу хорошего пересечения аудитории портала с нашей аудиторией именно. Поэтому, если что-то такое пилите и хотите распространить, я бы вот в эту сторону, в первую очередь, смотрел. Как вы покажете гражданам живых, где работаете? Это важный момент, по которому как раз мы периодически спорим с коллегами из Орджоникидзовского района. Мы считаем, что в приложении обязательно должна быть обратная связь со статусами. То есть, мы должны информировать человека о состоянии работы по его жалобе. Иначе он нам не поверит, иначе он относится. Поэтому важно информировать. Ну, и обратная связь от нас тоже нужна, потому что люди пишут. Люди пишут и пишут довольно часто. Пишут, что что-нибудь не работает. Бывает, потому что берет Google, что-нибудь обновляет, но у нас тоже чуть не работает. Мы должны очень оперативно сообщать. Или писали нам люди из Краснотуринска, из Северова, из Среднеуральска. Они хотят, чтобы в их городах работало. Замечательно. Заскринили мы это письмо от гражданина. Написали письмо главе Краснотуринска. Народ требует. И все нормально. Там сразу говорят, ну что, приезжайте, поговорим. То есть мы по правде-то вот уже полуобласти объехали за это время у нас с середины августа. Законтрактоваться с кем-то пока не получилось. Да, мы в процессе работаем пока. Пойдемте дальше. Спасибо. Очень важный момент. Интерфейс администрации. Я уже про них говорил. Вообще больное место. Потому что в администрации есть электронная приемная. И может возникнуть естественное желание использовать ее именно как свой инструмент. Вы сделали приложение, которое позволяет сообщить администрации о, например, незаконной расклейке объявлений. Вы это приложение сделали. Вы его популяризовали. И посинхронили автоматически все электронные приемные. Ну просто сайт распортили, научились его запихивать фоточки и жалобы. И через ваше приложение, как, например, через нашу администрацию какого-нибудь района города Екатеринбурга, пришло сверху больше на 600 обращений в месяц. А эта администрация, она, в принципе, может обработать 400 с копейками. Это ее верно. Что будет с администрацией? Администрация будет очень утомлена. Она не справится. Большинство заявлений пролетят. Как это? Не буду говорить, как что. Что будет с вами? Вас вызовут в администрацию. И скажут, что вы, собственно, делаете. И придется объяснять, что мы делаем такую классную штуку, а вы просто сами не справляетесь. Ну вот, собственно, там разговор закончится, и все. Больше вы с администрацией работать не будете, и ваше заявление каким-нибудь образом там научится отсекать. Соответственно, электронная приемная – не очень правильный интерфейс, но возможный для опработки небольшого количества жалоб. информационная система вторая – это идеальная ситуация, когда вы интегрируетесь с информационной системой на стороне администрации, или, как мы, нам пришлось свою написать просто. Потому что нужно что-то, что позволит администрации вот с этим вот наплывом, кратным, да, справиться. Ну и вот у ГИБДД есть информационная система, которая позволяет скамерку, где вот сразу получать, да, и формировать на основании протокола. Они сейчас проверили, как делают для того, чтобы можно было на поребрики, на татуары жаловаться таким же образом. Ну и когда вы выбрали интерфейс или придумали его, важно придумать его ключевые характеристики. Как мы знаем, у интерфейсов, в принципе, у всех одинаковые. Скорость и вместимость. Какой скорость на ваше обращение получит, сколько он может одновременно жалоб получить. Пропускная способность. Вот реально, затощить любой из районов города Екатеринбурга вообще на раз. Но ничего хорошего просто из этого не получится, не надо. Никогда не дощить, не надо, если уж вы собрались с ними работать, все-таки договориться так, чтобы всем было удобно. И способ давать обратную связь. Если административный интерфейс не умеет давать обратную связь, лучше даже не начинать, на мой взгляд. Потому что люди просто, ну, один раз пожалуются, второй раз пожалуются, отвалятся. Поехали дальше. Важно подумать, что там за процесс. Кажется, что за фигня же, да, взяли, сфоткали, отправили в администрацию, оно обработалось. А когда вы знаете, что в администрации оно обрабатывается вот так вот, сразу понимаете, что, во-первых, нельзя гражданам обещать, что это быстро все обрабатывается. Во-вторых, тут везде есть какое-то юридическое основание. Определенно связано с этими юридические риски. Вот. Ну и, как видите, терминаторы могут быть там на разных этапах. В итоге надо, опять же, закладываться на то, что человеку может прийти обратная связь. Например, протокол сформировали по его жалобе, а штраф не вынесли. Потому что на средневной комиссии гражданин пришел и сказал, да я вообще вчера машину продал вообще о чем. Бывает и такое. Пойдемте дальше. Экономика. Ну, опять же, нет экономики, нет проекта. Просто за свои деньги что-то делать, это неинтересно. Важно продумать, кто из чем зарабатывает. То есть, как конкретно вы, запустив приложение, заработаете на администрации. Тут модели, конечно, могут быть разные. Можно попытаться продать администрации контракт. Попробуйте, это интересное занятие. Можно попытаться какую-нибудь комиссию администрации предложить. Скажем, мы вам зарабатываем денег, а вы нам за это немножечко делитесь тем, что мы заработали. Эта схема лучше работает, потому что сразу объясняют, что у вас ни капитальных вложений, ни операционных нет, а деньги будут. Там как-то проще становится. То есть, нам кажется, что комиссионная схема более правильная. Нужно понимать хорошо стоимость привлечения пользователей. Ну, тут вообще, чтобы времени свое ни в машине не тратить, я бы отослал как раз к курсам, которые фонд развития интернет-инициатив проводит. У них там неплохо вся эта экономика, юнит-экономика описывает. И стоимость привлечения, и по тому, сколько он у нас там живет, и по тому, сколько он денег на это время загенерит. Ну, соответственно, тут просто можно обратиться к этим материалам. Важно просто перед началом проекта, чтобы экономика в проекте была. Вот этот классический подход из древних времен, когда мы запилим что-нибудь классное, оно популяризируется, и мы на этом заработаем. Оно, к сожалению, сейчас, по-моему, уже очень редко у кого срабатывает. По-моему, там даже все уже. Да. Вот. Ну, это базовые такие вещи. То есть, еще раз повторюсь, базовая мотивация двух сторон. Хорошо продумать мотивацию двух сторон. Базовый интерфейс, с которым вы взаимодействуете, и понимание работы этого интерфейса. И базовая, какая экономика в проекте. Если чего-то из этого нету, то, ну, разумеется, можно, но сильно напрягаться лучше не стоит. На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А в Екатеринбурге где-то уже с кем-то переговоры ведете? В Екатеринбурге ведем. В Екатеринбурге в Аджоникидзовском районе есть похожий проект по смыслу. Там большее количество жалоб, которые можно на разные вещи пожаловаться. Но там нет обратной связи опять же. Мы в Екатеринбург пытаемся зайти, но сейчас пока там вилами на воде. Я думаю, что проще в действительности будет еще несколько областных городов зайти. Мне так кажется. Давайте совместными усилиями в Кировский район. Мы поможем от общественных организаций. Давайте. В контакте мы можем созвониться, встретиться, обсудить, как куда за это зайти. А у вас там предложения, сайта нет? Нет этой необходимости? Нет необходимости. Дело в том, что человек, он испытывает эмоцию, вот такое особенно расстройство от машин, довольно кратковременно. Вот он увидел и говорит, ах ты ж... Он не будет фотографировать, нести домой, загружать на компьютер, отправлять через сайт. А веб-версия? Или у меня нет времени, чтобы сейчас госпитал отправить? Я хочу это давно сделать. Ну, пока вот мы заложились на те вот 90% случаев, да? Понятно, что можно сделать сайт, можно вообще гору услуги развернуть, сделать сайт, новые функции там сделать. Мы пока заложились на то, что вот у нас у большинства населения смартфоны, они подключены к интернету. И вот эту схему отрабатываем. Мы вообще тоже боимся потерять фокус. А если мобильная версия сайта? Мобильная версия сайта, это, конечно, хорошо, но она не сможет сфотографировать с геотегами нормальными, с временем со спутника. Там особенность, фишка приложения еще в том, что оно хватает фотку не просто вот, я могу сфоткать здесь вот, и написать, что это было в Пшиме. Наше приложение скажет, это было не в Пшиме, это было конкретно, с точностью там до 5 метров. Вот, собственно, вся история. Как контакт тоже, скажешь, фотографии? Ну, я не знаю, честно говоря, как контакт, откуда хватает. Он вполне может просто время вместо сети при отправке брать. А мы именно фотку пишем со спутника. Еще у меня взаимный вопрос. А как вы зарабатываете? Мы говорили про комиссию. Я не буду просто сейчас это рассказывать подробнее. Комиссия. Мы помогаем городу, муниципальному образованию заработать. И заработать довольно много. Считаем, что наши услуги должны оплачаться. Валерий Кузьмин. Ну, например, если я смогу просто фотку там с геотеком послать за лазерного запада, в чем когда-то, ну, так, просто... Нет, проблем это нет, просто, ну, это не в нашем приложении будет пока. Ну, я знаю, просто у всех уже стоит лазерного запада. Ну, для муниципального, ну, знаете, это было, кажется, более эффективно. Есть там, не знаю, телефон, а еще так, и гигантский. Чат-пол сделать. Чат-получили, мне присылали фоточки, как и надо, что на месте. Ну, WhatsApp, с геотеком, в принципе, какая-то, наверное, правильная штука. А вот я так что-то попробовал, я послал сюда сейчас фотографию, и сделаю вот так, и все получили на месте. Ну, мне просто, ну, может, и ретрограды тоже немножко справедливо сказать. Просто, как сделать произвольный текст с фотографией из WhatsApp в заявление в административную комиссию города Верхняя Пашмар. Наверное, можно, но надо думать, что-то лень пока. Ну, вот, вы не понимаете, есть же правило, работать не ломай. Вот мы пока не ломаем, не расширяем функциональность нормально, Паша. Ну, лучше еще жалобы добавим, чем будем ходить в боты. То есть, фотка сразу же вы фотографируете, она привязка к месту. Да, телефон запрашивает со спутника, где я. Да, спутник, да, запрашивает сразу вот это приложение. Да, да, и пишут фотографии. Да, потому что если сейчас, например, фотографируют эти-то, квартальные, им обязательно надо привязку к месту, они фотографируют адрес дома, там, или все. Конечно. Да, там много фотографий делают квартальные, да. Мы видели, это тяжелая работа квартальная. Да, это удобнее. Это удобнее. Спасибо. Спасибо, здорово. Спасибо. Значит, направление практики у меня одно из жилищно-коммунальных хозяйств. Конечно, этим не ограничиваюсь. На сопровождении несколько у меня управляющих компаний есть, и ТСЖ, с которым консультируемся, различные проблемы выявляем, решаем по возможностям. Ну вот, хотелось бы, с учетом этого, поделиться с вами проблемами, опытом, ну и, возможно, в конце выступления ответить на вопросы, которые у вас возникнут, либо уже в ходе жизни возникнут. Я очень рад, что есть люди активные, с позицией, они пришли сегодня сюда, чтобы что-то создать новое и изменить наш многообразный мир. Такой вопрос, то есть, в качестве начала, я уверен, что ответ позитивный. Так, ну, на экран пока можно не смотреть, можно свернуть, даже чтобы не таковым вниманием мы в конце этой странички обратимся. У кого из вас был опыт защиты своих прав, жилищных, в частности? У нее 10 лет не уйдет. 10 лет. 10 лет, да. Не защитилась. Уже состарились, до сих пор защищаем. Просто квитанции нет уже. Просто вот без квитанции. Так, женщина обращалась к любому квитанции. У нас мертвый человек, почти 4 года финансами управляет. Так, мертвый финансист на квартирном доме. Она в нашем доме. Чудесно. Вы смеете меня. Мертвый не в кавычках, а реально. Реально мертвый. Ну, я понял, да. У меня вся информация есть. Так, так, еще. У меня есть по Москве, во-первых, в своем районе двойную оплату техобслужений, забирающих устройство, судил. И все, в районе, в принципе, было 500 тысяч человек. Ну, правда, за мной законы заберут, но мне же не хочется дальше. То есть у вас была проблема, и мы в судебном порядке его подпишем? Да. Потом у нас еще есть сайт, который сейчас работает. Айти-МГРС. Можно брать? Это мы судили. Здесь такая тема, я знаю, в Нейбурге есть, нет? Анти-МГРС. МГРС. М. Первая. Не, а М. О, да, работает. Вот. Тоже сайтик я видел. Коллеги. Мы тоже там долгое время судились. Восходской городской радиоточке. Это анахронизм царского времени. Вот, который живет до сих пор и праздник не пытается, но вот, к сожалению, там не удалось нас судебно судить в Петере тоже сам, там, правда, в Шумбиле есть. В Петере, да, удалось, но вот тоже этим занимался. В Санкт-Петербурге упали, будет на райцах слева. Как это выглядит вообще? Ну слушайте, но ведь радиоещание не проводило и должно быть. Пожелание. Ну, в 2016-м. Виктория, по желанию, да. Пожелание, да, что радиоточка есть, за нее платят, нормальная работа. Да, да, да. И к нам, наоборот, люди обращаются, чтобы отключить. Смотрите, проблема в том, что в Москве вот эта точка, она отключается. В Москве есть какой-то троянский, который называется единый платежный документ. Это документ, куда без твоего ведома могут любую услугу отключить. Прямо-прямо отключили недавно кабельное телевидение, я не смотрю телевидение, кабельное, у меня там спроводное телевидение. А я должен платить, чтобы отключиться, вот от телевидения кабельное, бесплатное отключение. А другие точки, хотя там не используют, там ничего, чтобы отключиться, нужно платить деньги. Вопрос, почему? Ну вот да, такие проблемы не возникают. То есть вот у нас участник нашего собрания активными действиями обращался, разные кусорпины, как мы видим из движения, которые на сайте проиллюстрированы. Ну вот с мертвым финансистом, там, вот чем вот завершилось. Ничего, ничего. И говорят, все нормально, создайте совет, это само, попробуйте. Знаете про кого? Говорят жилее всех живых. Кому-то мертвым финансистам. Ну вот да, то есть кто-то достигает каких-то результатов, кто-то вот остается. Вводит деньги, расчетки расчета дома нет, куда собирают, куда уводят, все вангутятся, все это само... То есть какие-то проблемы у нас остаются... Списывают долги, за год на жизнь. 70 тысяч нужно, сколько мы снова управляем? Я сейчас с ним не знаю. Все у меня есть, вся информация есть. То есть проблемы остаются, но чтобы как-то вот простимулировать движение по решению этих проблем, мы вот сегодня обсудим некоторые вот моменты по этому поводу. Значит, очень кратко, теоретически, значит, что у нас такое защита. То есть правовая защита, то есть есть не правовые методы, но мы все-таки с вами люди цивилизованные, законопослушные граждане, и о них мы говорить не будем. Правовая защита – это комплекс установленных именно законов мер для охраны интересов гражданина в какой-либо социальной сфере. Но сегодня у нас жилищная сфера, мы вот вкратце обсудим именно по защите прав в жилищной сфере. Значит, активными действиями, реализуя такие меры, гражданин может достигать заданных целей. В свободу передвигаться, например, пользоваться своей квартирой, приобретать качественные товары, услуги, работы, проживая на квартирном доме. Проживать в таком чистом на квартирном доме, где предоставляется своевременно свет, вода, отопление, электричество. Ну и также можно сказать, что проявление того будет, что плата за вашу квартиру, она будет законной и соответствует установленному тарифу. Так, значит, в статье 12 гражданского кодекса содержится способ защиты гражданских прав, к которым относятся и права жителей в жилищно-коммунальной сфере. Значит, первый способ – это признание права. Достигать признания вашего права жилищного вы можете в административном порядке, обращаясь как в государственном уровне, так и в судебном. Ну, например, признать право на сохранение квартиры в перепланированном виде. Это судебный порядок, здесь вы должны, например, доказывать, что не нарушается ни чьих прав, квартира должна остаться только в этом санузе, в совмещенном с ванной или наоборот. Или, например, признание права прохода через межноземельный участок, который огражден соседним домом, для прохода, например, к остановке общественного транспорта или к дошкольному учреждению. То есть в Екатеринбурге, возможно, вы новости читали, была такая ситуация, что дома так оградились на улице Папанина-Шевелева, что люди не смогли пройти к детскому садику. То есть везде были заборы. До такого у нас дошло, к сожалению. Но вмешалась администрация, был установлен серпетуд, то есть специальное право, чтобы люди могли попадать в детский садик. Далее. Признанием права можно также назвать, признанием права предоставить доступ к общему имуществу. То есть, например, в доме проходит капитальный ремонт, чтобы не страдали ваши интересы, от затопления меняются стояки. И, например, какой-то желез говорит, у меня чудесная итальянская плитка, гипс, мне неинтересен ваш капитальный ремонт. Я не буду ломать и предоставлять вам доступ. В этом же случае, опять же, управляющая компания, товарищ-то собственников жилья, должен обратиться в суд, чтобы признать право на доступ к этому имуществу и обеспечить доступ со стороны собственника для замены вот этих коммуникаций. Следующий способ. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Пресечение соответствующих действий, которые нарушают ваши жилищные права. Ну, например, сюда мы можем отнести до 1 июля 2016 года право на получение корректировки по отоплению. То есть, я думаю, с этим большинство сталкивались, что мы считывались по нормативу, затем происходила корректировка, ну, либо по среднемесячному, да. И в конце отопительного сезона происходила корректировка, исходя из показаний общинного счетчика отопления. Много управляющих компаний этого не делали. Куда-то экономили, забывали, теряли и так далее. Через судебный порядок мы можем требовать защитить свое право восстановить наши нарушенные права. Значит, сюда же относится восстановление, к примеру, подачи коммунальной услуги в соответствии с требованиями закона. То есть, у вас вода не утром и вечером, когда вам нужно, почистив зубы перед работой, либо перед сном, а в течение всего дня. Вот, если такие... Ну, я специально утрирую, чтобы было понятно, что на все коммунальные услуги должны оказываться в качестве и количестве, которое в законе прописано. Как кому-то хочется или кому-то выгодно со стороны управляющей компании. Следующий способ признания сделки недействительны. Это способ защиты жилищных прав в случае, если по какой-либо сделке выпало, к примеру, общее имущество. Но во стройках, вот в нулевых годах, была такая популярная конструкция, что устроился дом, люди покупали квартиры, и внезапно котельная оказалась не общим имуществом, а, например, собственностью, аффилированной с управляющей компанией организации. То есть, получается, люди вроде бы покупали квартиру, где был устроенный дом, где есть своя котельная, а в итоге они оказывались обязаны платить третьему лицу за предоставляемую услугу отопления. Это неправильно. Вот в этом случае, используя способ признания сделки недействительной, она является недействительной, потому что отчуждается какому-то третьему лицу котельная. Это неправильно. Это общее имущество, оно должно быть в собственности общих собственников, и, соответственно, расходы собственников на получение услуги отопления должны быть минимизированы за счет этого. Ну, популярный способ защиты права, признание недействительным решением общего собрания, то есть, если решением общего собрания жителей были какие-то установлены дополнительные расходы для собственников, дополнительный взнос, например, либо, например, отрежден отчет управляющей компании, который легализировал убытки для жителей, то есть мы потратили, например, 4 миллиона на лову снега, утвердите нам этот отчет. Цены заоблачные, ну, например, филированные собственники голосуют и тем самым нарушаются права жителей. Вот в этом случае каждый житель может прийти в суд, условно говоря, и оспорить решение этого общего собрания. Ну, я думаю, вы об этом услышали. Далее, способ защиты права, признание действительным акта органов власти. Ну, к примеру, правила оказания коммунальных услуг, они у нас установлены правительством Российской Федерации. И, к примеру, однажды один житель обратился в Верховный суд и сказал, меня вот, мои права нарушают тем, что меня обязывают предоставлять показания счетчиков до 25-го числа каждого месяца. Я вот инвалид, там, мне там сложно передвигаться, я не успеваю. И вот, к счастью ли, к сожалению, суд признал недействительным пункт таких правил, потому что ограничивает права именно 25-го. В принципе, в принципе, сейчас-то практика сложилась, и вот для большинства людей, они уже привыкли задавать 25-го числа или до определенной даты. Проблемы здесь нет никакой. Но это демонстрация того, что вот некоторые положения в продуктах могут быть признаки недействительными. Далее. Такой способ есть и самозащита. Ну, здесь следует быть аккуратным, то есть не перегнуть, условно говоря, палку. Ну, качественные примеры самозащиты. Ну, кто-то незаконно повесил рекламу на ваш дом. Управляющая компания говорит, я не знаю, кто это сделал. Вы там уходите из подъезда, там такой большой баннер висит. С вами никто не согласовывал о размещении этого баннера, и спокойно, в порядке самозащиты, можете его демонтировать. Здесь, как бы, никаких санкций за это не будет, поскольку земля ваше, имущество ваше, реклама вне ваше. Согласия его не давали. Далее. Замещение убытков. Самый популярный способ. То есть, в случае, если вам, проживая в квартире, произошло, например, затопление, из-за того, что управляющая компания почему-то сэкономила, это уже, например, не обязательно управляющая компания, почему-то сэкономила на осмотре коммуникации, на своевременном ремонте, прошла промочка. Соответственно, вы, привлекая ценщиков, правы изыскать расходы на восстановление мебели, каких-то предметов быта, на лежачий товарный вид, правы изыскать убытки из виновника. Ну, эта процедура долгая, ну, примерно месяца 3-4 она занимает. Ну, и есть такой еще способ защиты и компенсации морального вреда. Тоже приведу яркий пример. Например, у нее убирается лед, песок в ней посыпается на скольку поверхность зимой. В итоге с человеком происходит несчастный случай, он падает, какой-то вред здоровью наступает. В этом случае, помимо расходов на лечение, он также может искать компенсацию морального вреда о том, что он был нетрудоспособен, у него были какие-то страдания, и, соответственно, требовать это с управляющей компанией. Кто может защищать свои плава? В первую очередь, это собственник. Вне зависимости от доли в его помещении. То есть, если у вас квартира на двоих, на троих, все равно вы можете требовать от исполнителя коммунальных услуг, это чаще всего управляющая компания, либо ДСЖ, либо Кооператив, чтобы они надлежащим образом свои обязанности исполняли. Все обязанности, правила ГРД, если так можно сказать, они зафиксированы в жилищном кодексе правилах оказания коммунальных услуг, номер 354, от 6 мая, от 6 мая, от 6 мая. Далее. Это нанимательное помещение в случае неприватизированных квартир. То есть, как вы знаете, до марта 2017 года приватизацию продлили, потому что Крым не успел. Соответственно, наниматели также вправе требовать от управляющей компании ДСЖ, чтобы правила ГРД соблюдались. Далее. Член семьи собственника. То есть, если с вами проживает ваш родственник, он прописан в вашей квартире, но у него доли нету, он также может требовать соблюдения своих жилищных прав в случае их нарушения. Ну и в отдельных ситуациях защищать жилищные права может орган местного самоправления. Как раз таки в этих неприватизированных квартирах, поскольку орган местного самоправления является собственником этих квартир. Но это довольно редкое явление, поскольку помимо управления своими квартирами, у администрации города есть куча разных проблем, где ее внимание сконцентрировано. Поэтому мало таких примеров, но они есть. Ну и отмечу, что арендаторы жилых помещений, они жилищные права защищать не могут, поскольку вот они агентуют, вот, например, кому-то квартиру сдаете, вы отвечаете за то, что в отношении этой квартиры соблюдалось жилищное законодательство. Всередатор прийти и качать права, конечно, может, но так как он платит деньги вам за наем квартиры, соответственно, вы должны решать эти все проблемы, чтобы был свет, вода, электричество и так далее, чтобы коммунал поплачивалось. Конечно, соглашением с управляющей компанией, первосторонним между вами и арендатором, вы можете повесить это все на кому сдавить квартиру, но это исключение. Так, ну, органы защиты прав. Прежде всего, создана специальная структура на территории Свердловской области, и, в частности, это департамент государственного строительного и жилищного надзора, раньше, как раз, называлась МЖИ, жилищная инспекция. Походится она на улице Малышево, дом 101, второй этаж, 239-й кабинет приемной. Занимается всем, что связано с жилищным надзором. С нарушением жилищных прав. Плюс взаимодействие с ней. Есть сайт, надзор.medural.ru, там есть в разделе «Контакты» ссылка на электронную почту. То есть не обязательно идти туда, не обязательно писать заказное письмо, можно написать на электронную почту. И они вполне отвечают на обращение, на жалобу. Далее, Роспотребнадзор. Голова его находится на переулке отдельной, дом 3. На Мичуре, на 91, как раз-таки находится тот отдел, который занимается нарушением санитарного законодательства. Тоже, в принципе, если у вас имеет место будет нарушение в сфере санпинов, строительных нужд, освещенности, шума, вибрации, вам прямая дорога туда. К сожалению, там не настолько развитый функционал сайта, что можно обращаться в электронном виде. Принимается наручно, либо посредством заказного письма. Нарушение законодательства, так как есть закон, который обязывает органы иметь электронную... Ну, у них есть, у них есть e-mail, но вот я прецедентов не знаю, чтобы было нормальное взаимодействие через него. Документы, да, я не принимаю через электронный адрес, а вот, чтобы жалобу обрабатывали, вот, не слышал. Нет, если... Если e-mail есть, то достаточно... Да, скажу просто, а зачем этот e-mail нужен, чтобы... Просто, чтобы он был, нет, чтобы было взаимодействие. Так, про прокуратуру. Общие вопросы, общее взаимодействие, тоже достаточно сильная структура, но, опять же, чаще всего, если у вас специфичный сбор, жилищный, ну, это перенаправляет ГОЖу на спец. Администрация района. То есть, наверное, новости тоже много из вас слышали, что в случае, если не вывозится мусор, например, либо каким-то образом парковка неправильно осуществляется, реагирует именно квартально. Это аппарат администрации района. Это их, так сказать, гепархия. Ну, естественно, полиция в случае совершения каких-то либо преступлений. Но здесь, опять же, моя точка зрения субъективная. Опять же, полиция будет реагировать тогда, когда вы принесете фотографию преступника, орудия преступления и видеосъемку, как он это будет делать. В полных случаях полиция будет очень медленно шевелиться, отказывать и по всяким причинам отъезжать. Поэтому сразу же даю совет, если вы обращаетесь в полицию, не нужны эмоции, нужны факты. Не нужно писать, что я подозреваю, что у меня есть какой-то мёртый финансист, который на Лену уводит в офшоры. нужны бумажки. Тогда, например, полиция начнёт шевелиться. К сожалению, но это, опять же, по моей точке зрения, это избытки нашего бюрократизма, менталитета. Ну и последний орган, это у нас суд. К суд можно обращаться по любым вопросам, связанным с нарушением прав. На моей практике были такие обращения, что человек шёл чуть ли не за каждой бумажкой и стряпует её через суд. Это неправильно. Документы по деятельности вашей управляющей компании вы можете получить либо сами из открытых источников, в конце я парочку, мы просто с вами проанализируем этих источников, либо путём нормального диалога с управляющей компанией КСЖ. Смысла скрывать те документы, которые они обязаны предоставлять жителям, у них этого смысла нет. А в каких-то смысла потом позади? Ну, некоторых, да, касается. Поэтому в суд можно идти в любом случае, ещё раз повторяюсь, если нарушены ваши жилищные права, об этом есть соответствующие доказательства. Ну, на примере мусора могу продемонстрировать работу вот этих органов. То есть, если в вашем доме происходит незаконное взимание оплаты за вывоз мусора в отсутствие коммунальной услуги, вы можете обратиться как раз-таки в апартамент Государственного жилищного надзора, потому что услуга не оказывается, денежные средства взимаются. В этом случае... В двойном размере. Где-то в двойном размере, где-то в тройном. В этом случае выдаётся предписание и должностное лицо либо организация может быть привлечена к административной ответственности. Далее. По этому же поводу можете обратиться в Роспотребнадзор. Мусор не вывозится, он копится, следовательно, нарушается нормативу санклина. Роспотреб в этом случае реагирует, также выходит на проверку, составляет такт и также может привлечь к административной ответственности управляющей компании. Далее. Можно также обратиться к прокуратуре и полицию для проверки наличия признаков состава преступления. Сколько деньги собираются, значит, совершаются мошеннические действия. Услуга не оказывается. Неправильно. Также есть административный ответственность за невывоз мусора по кодексу административных правонарушений Свердловской области. Этим занимается администрация города как раз таки квартальные. И через суд можно тоже самую управляющую компанию взыскать с нее убытки. То есть вы платите содержание жилья, там закладывалось раньше до создания единого оператора по мусору, вывоза мусора, если деньги взымались, услуга не оказывалась. Через суд вы можете вот эту частичку взыскать. То есть я к чему это говорю, что всегда важен комплексный подход. По одной и той же ситуации мы можем обратиться в несколько органов государственных, которые в рамках своей компетенции повоздействуют на причинителя вреда, на то лицо, которое нарушает ваши жилищные права. Соответственно, таким образом проблема будет комплексно решена. Значит, касательно компетенции, например, Роспотребнадзора, он действует, основание должно быть жалоба жителя. Жалоба составляется в простой свободной форме, в шапочке указываете от кого, ваши контактные данные, дальше пишите титул, излагаете суть ситуации, например, у меня не возится мусор, либо мусорный бак расположен напротив моего дома и моего окна, что, когда я сплю, я просыпаюсь из-за того, что крышка контейнеров падает после того, как соседу выкинул мусор. Нарушение. А есть норматив, когда мусорные баки должны быть расположены на жилого дома. Соответственно, вы описываете все эти проблемы, в конце просите сообщить о мерах, принятых по итогам рассмотрения вашего обращения, подпись, да, все, этого достаточно, чтобы тот же самый Роспотребнадзор начал реагировать на обозначенном им проблеме. Далее, по итогам рассмотрения вашей жилой в тот же Роспотребнадзор может вывести предписание управляющей компании, перенести контейнерную площадку, вывести мусор, установить нарушенные права гражданина. И в случае, если указанное подписание не будет исполнено, привлекать к административной ответственности. Вы можете сказать, административная ответственность это ерунда. Сплатив тысячу рублей, продолжаешь дальше нарушать жилищные права жителей. И экономить на исполнении своих обязанностей, зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Нет, это неправильно. Объясню, почему. То сейчас все-таки государство интересуется жилищно-коммунальной сферой и, как вы знаете, идет лицензирование и повышаются требования к управляющим компаниям. Соответственно, чем больше административной ответственности на исполнителей коммунальных услуг, тем больше риск того, что должностное лицо, председатель ДСЖ, директор управляющей компании, может быть дисквалифицирован. То есть, он не сможет занимать пост руководителя этой управляющей компании. Для него это риск. И для него это определенный стимул работать, скажем, прозрачно, честнее. я считаю, что это недостаточно, это только первые шаги, но это все-таки позитивное направление. Далее. Например, Роспотребнадзор может привлекать по таким татьямам. Например, административная ответственность за выполнение работ, которые не соответствуют стандартам. 14.4 Кодекса административных правонарушений. Завышение тарифов. 14.6 14.7 Введение потребительных заблуждений относительно потребительских свойств качества коммунальных услуг. 14.8 Нарушение прав потребителей на получение необходимой достоверной информации. То есть ваши права и законе установлены вы в праве получать ту информацию, которая в стандарте распределения информации указана. Если этого не делается, определяющие компании ДСЖ привлекаются к ответственности. Ну и также Роспотребнадзор может в отдельных случаях обращаться в суд за защитой потребителей. То есть это яркий случай, например, нарушается санитарные требования к качеству воды питьевой. В отдельных случаях это происходит. Ну, семье, думаю, тоже вам пример известен. Так, ну вот, вкратце говоря, вот это все касательно органов и способов защиты. у меня теперь два кейса предлагаю рассмотреть с вами. Значит, для этого разделиться на две группы, ну, например, трое человек к этой группе и вот оставшаяся партия, чтобы осталась на месте. То есть, условно говоря, левая часть и правая. Значит, ситуация такая, на квартирном доме, то есть, вы проснувшись, выпив чашечку кофе, солнечный денек, весенний выходите и на подъезде видите объявление. Что, уважаемые жильцы, здесь тем, что среди вас много неплательщиков, управляющая компания приняла решение сдавать места общего пользования доски, подъезда, фасады в аренду. И за счет вот этих доходов компенсирует свой расходы на многоквартирный дом. Вот у меня для левой группы будет задание аргументы за, для правой группы аргументы против. А места общего пользования это реализация с оптиком и по решению общих сайт? может быть, коллективно несколько тезисов сделаете и договорим. да, вот вы и вот трое участников за, вот оставшаяся группа, она аргументы против. Как-то мы должны обсуждать или каждую? Да, обсуждать. можно, нужно обсудить и потом две минуты. Ну, вот если общий домовой не может, мы собственники, должны мы это... Друзья, давайте всем принять его часть. общий собраний за решение общего собраний. У нас собраний не было. Какой противник? 50, больше 50. 51. Нет, принимайте, принимайте. Может, вы тут видите, что небольшая основа? А, нет, большая основа. Нет, почему большая основа? Ну, какая разница? Большая и маленькая собраний не было. Дома не будет. Дома не будет. Право, куб, собственно, но собраний не было ни одного. Нет, так смотрите, так собраний пока 10, напишут 10, нет, не будет, да, да, Да. Ревизионная для них тоже не бывала. Она... Ну, это слишком, Мы уже прошли в таком материи. Нет, но это несет контакт. Решение собрания не скажет, нет. А? А почему? Если решение собрания неизвестно, потом дальше прийдется как бы субсидент. На основании жилищного кодрза каждый субсидент несет в виду действия на расходы в ареопатии коммунальных инструкций. Это обязательно, это обязательно собственно. Они обязаны обучение имущества Подождите, а они нужны на работу без тех, из-за чего стоят? Получается, они не будут работать. Значит, мы должны наоборот и пофессии. А практика показывает, что без договора они собирают и все. А у нас вообще договора нет. А у нас общего? Вы все тоже нет. А, скажу, мы не делали. Я знаю, что вы не делали. А, чтобы есть. Дело в том, что, у нас же нет общего имущества. У нас официальные имущества, вообще имущества нет. Олеги. Мы с вами согласились. Ну, две минуты. Какая вторая? Да. Я надеюсь, основные доводы все-таки вы сформулировали. Готовы. Не готовы? Готовы. Готовы. Да. Ну, посмотрите. Значит, группа у нас левая сейчас озвучит доводы, которые считают, что управляющая компания вполне логично, обоснованно это объявление повесило, и ее действия, в принципе, разумные. Да. Коллеги справа выскажут альтернативную точку зрения. Так, ну что, кто из вас будет? Мы надумали два плюса больших. Первый плюс – это, если управляющая компания работает честно, то, соответственно, все доходы, которые она получит от сдачи в аренду общеплощадинной короткиного дома, она должна будет положить на баланс этого дома. И, соответственно, они должны пойти, то есть там либо на какие-то ремонт, на содержание общего имущества, либо там на уклад каких-то долгов ресурсоснабжающим организациям. Это первый момент. Второй момент, например, если управляющую компанию будет сдавать в аренду провайдерам, ну, к примеру, интернет-провайдерам общую площадь, то есть позволять через них проводить какие-то коммуникации, то это приведет к тому, что жители дома они получат доступ к этим услугам. Это их интернет-провайдеры. У них расширится выбор провайдеров интернета, телевидения, там еще чего-то. То есть это тоже положительно скажется. И деньги опять же пойдут на баланс дома. Но вот второй момент действительно на практике так и получается. А вот то, что я сказал первое, на практике, возможно, не бывает такого. Вот, собственно, все. Спасибо. И вторая группа, кто из вас? Все, можно я скажу? Давайте мы добавим. Ну, во-первых, задолженность управляющей компании не имеет права, то есть принять денежные средства тратить на любые свои расходы, потому что обязанность по уплате коммунальных ресурсов и коммунальных платежей лежит на каждом собственнике. Это первое обязанность, это по жилищному кодексу. Потом, расходование денежных средств управляющая компания, вот как сказала же, имеет право расходовать, но только по решению общего собрания дома. и на цели утвержденную общее собрание. Все. Ну, кое-что и советом дома. Ну, да, если это утверждено, опять же, общее собрание. А в нашем доме нет даже лицевого счёта дома и все науковые отчисления по нуля, потому что ТСЖ имеют упрощенную систему налогообложения, и юридическое лицо ОПТ ОПЗ отчитывается через управляющую компанию, получается такой гигант, не имеет другого отчисления, есть сведения, что из налогообложения можно обсудить. Это можно обсудить вот потом. Такая гигантация населения, организация, вот у меня есть схема, я вам... Ну, смотрите, значит, целью вот этой ситуации было продемонстрировать, что у жителей есть свой интерес, и у управляющей компании ТСЖ тоже есть свой интерес. Ну, берем управляющую компанию. У управляющей компании интерес в прибыль, у жителей жить в нормальных условиях. В принципе, если грамотно эти интересы учитывать, то есть, например, управляющая компания обязана в силу закона работать с должниками, это ее прямая обязанность, и за это она получает деньги за содержание жилья. Если она эту функцию выполняет, она может по установленному порядку сдавать места общего пользы или в аренду, ничего в этом толкового нет, и может получать вознаграждение тогда. То есть, если грамотно организовать взаимодействие этих интересов, то, в принципе, ситуация решится как пользу управляющей компании, так и жителей. Полезность приятна, скажем так. Но так как в данном случае управляющая компания решила, опять же, как говорится, сэкономить, по наименьшему сопротивлению пойти деньги не взыскивать и за счет доходов с общего имущества компенсировать свои какие-то расходы расчет с поставщиками. Здесь случился конфликт и потребуется защиту правов жильцов. Так, и вторая ситуация есть? Можно вопрос? Да, да. Можно подключить, а вообще природа протестирования прибыли от сдачи в аренду уже на новой собственность? Как? То есть, вот если я... Управляющая компания имеет право на броне 24, ну там не... более чем 24 рубля за полованный метр, да, если другое это никак не согласовано, собирать жильцов. Ну это есть на обслуживание, так сказать, всего хозяйства. А где там эти... вот эти вот средства, как они там могут право в поле эти деньги собирать, как-то их достала прибыль, вообще, на сколько это? Нет, прибыль может Управляющая компания, это чаще всего коммерческая организация. И она вот по решению общего собрания опять же может получать агентское, скажем так, вознаграждение на задачу вместо общего пользования в аренду. И в итоге плюсом к тем 24 рубля еще вот этот агентский хвостик, если будут подробно рассматривать эту конструкцию. А только после собрания жильцов? Конечно, да. Вот. И, соответственно, остальное, там, например, 10 процентов агентское, 90 процентов идет на лицевой ищет на квартирного дома. И уже собственники могут говорить, что вот нам ежемесячно приходит 50 тысяч сверху, мы, например, выходим, везде поставим там лампочки энергозаберегающие, которые с датчиками реагируют на вход-выход. Это либо что-то еще. Получается, плюсом к тем, к тому перечню минимальных работ, который у нас установлен, дом еще будет потихонечку улучшаться. Грамотный вид диалога, я считаю. Сами жильцы не могут сдавать и давать эти деньги вправляющей компании? Вы кто? Почему? Могут? Они могут, но опять же вопрос прозрачности схемы. Нет, нет. Тут вопрос можно отвечать. Почему жители должны деньги сдавать на управляющую компанию? сейчас у нас в доме первый пилотный такой процесс, заключен договор агентский, но конкретно с лицом, не с управляющей компанией, которая будет отстаивать интересы, собственно, под сдачей мест общего пользования, имущества. и это таким будет получать 30%, 70% будет уже получать собственники сами, на своднице высшего счета. Это как ТСЖ, что ли? Нет, не ТСЖ, это Совет Дома. Совет Дома? Да, общее собрание упомочило Совет Дома на принятие решений. Я говорю, что здесь вопрос есть к прозрачности, то есть доверитесь вы своему соседу, чтобы он подписал с кем-то, с тем же сбербанком, например, договор на размещение баннера, получил на карточку, ну, условно говоря, 100 тысяч рублей, 30 тысяч за них оставил, а 70 тысяч отнес в кассу управляющей компании. И дело будет ежемесячно. Нет. А как вы положите на лицевой счет? Я вам скажу, это сейчас реализуется. Почему? А можно лицевой счет завести Дому, да? Конечно. Ну, так на собрание надо решить. А кто? Не Дому. То есть общее собрание выполномачивает одного человека, физика. Да, физика. на открытие лицевой счета, но с условия того, что он может денежные средства тратить только на основании решения не общего собрания, а совета дома. То есть общее собрание выполномачивает совет дома, на принятие решения до 50 тысяч, до 100 тысяч, принимать решения расходованные деньги. И на основании мест общего пользы. Причем здесь управляющая компания? Я не говорю, что это нереальное. Вопрос не в этом, а в том, насколько схема на прозрачную законную. Вот я про это говорю, что если вы доверите вашему соседу это делать, никто вам не будет на это оставать на пути. Здесь опять же вопрос отношений между людьми. 11% он платит за получение прибыла. Это уже да, конечно. Это вот агент это все оставляет. А денежные средства вот с этого специального счета он может тратить только на основании договора между физическим лицом и южидическим лицом он может тратить только по решению общего собрания совета дома. И все. Без этого решения пока он протокол в банк не принесет, он не может в банк. Спасибо. В общем смотрите и последняя у нас ситуация. Опять же выпив чашечку кофе спокойно для себя уяснив что нельзя за счет общего имущества компенсировать недоработки управляющей компанией по работе с должниками вы спускаетесь там вывалить собаку и видите новое объявление. В вашем доме установлена сверхсовременная система видеонаблюдения. Там есть инфракрасные камеры датчики движения поиск по ключевым словам. все это было установлено за счет средств управляющей компании но за это вам нужно ежемесячно платить 400 рублей теперь у нас получается правая группа будет аргументы за левая группа аргументы против ну опять же две минуты в коридор с консерв почему у нас видеокамера мы за видеокамера мы должны ее защищать потому что один способ вычислить мировоз но дело в том мы мы без решения общее собрание не имеем права как мы не можем кто-то против это все равно день за это же должны быть вот и все это 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 ответ в праве а мы за у нас нет аргументов нет, понимаете что может быть какой-то случай а какой-то он вообще нет а вот кстати вы четко говорите давайте предположим что нападение гражданин и это провоцирует которая подошла например на 1,5 грамм и мы должны для того чтобы застраживать 300 тысяч да ну это не аргументы это не столько убеждений да ну это понесите тогда где вот она у нас вы подождите сейчас не будем это это в покой потом можно поговорить то есть то есть мы должны это ну это дело в том что я где-то слышала даже вчера что такое дом у нас есть дороги которые у нас возле консервского целида у нас дисциплина у нас тут и там у них комната у нас дом собак и у них туалет есть и ребенок то есть это необходимо это комфорт это необходимо это нет вы понимаете это дом ритми который ну не совсем может быть таких домов это только для таких домов то есть непримитивных вот тут да вот тут да вот посмотрите у нас такие вот вот посмотрите у нас конечно это хоть что она да 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 нет другие а сейчас то что это красиво большие но они опять вот это интернет у нас на крыше а это к общей домовом а она заключила ей платят эти ну вот эти заплаты за эти вот ей платят вот так они платят да а мы то почему то мы вот а на дом то оно и не идет оно и есть это она это она заплатила 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 не ей а заплатила банку она пришла ей обредала она опять это подключили и опять она только в собрании у нас комиссия ревизионная она сама назначала там какое адрес это уральская 66 так что вообще я не знаю я терпею мы говорим после США после тогда все закончите все так я думаю ключевые моменты уже сформировали кто у нас левое крыло как вы готовы нет давайте да да так аргументы за аргумент простой поскольку задача полностью не была сформирована этот человек который вышел увидел видеокамеру он не участвовал в общем собрании и не был извещен об этом но это не значит что то есть на основании проведения общего собрания были повешены видеокамеры вот видеокамеры были повешены на основании обеспечения безопасности проживания в этом доме да когда он увидел квитанции в квитанции 400 рублей собираем в месяц с чем он не был согласен это непредусмотренные расходы управляющей компанией на содержание этих видеокамер что не было предварительно заложено в обслуживании все то есть основная мысль что это благо пускай при этом нарушена формальность хорошо вторая группа мы в честь это значит система которая собирает личные данные вы сказали какие-то и нарушает конституционные права на неприкосновенность личной жизни так как нам неизвестно кто является бенефициаром данной системы какую информацию он собирает может быть он передает это третьим лицам которые получают сигнал что мы ехали в отпуск и могут так сказать совершить корректную квартиру кратер так что по существу этого мы направим заявление прокуратуру полицию вот так же мы хотим сказать что неизвестно что неизвестно на чем балансе находится сейчас данная система кому она принадлежит жильцы не давали своего согласия на принятие на баланс данной системы кроме того согласно гражданскому женщинному кодексу собственники платят лишь за то за то за ту собственность которую владеет но так как нет никаких документов о том на чем на балансе находится эта система то следовательно у нас нет обязанности оплачивать не принадлежащую нам систему так же ну даже нет прав навязывать нам услугу которую мы не оплачиваем на согласии не давали спасибо то есть мы сейчас слышали аргументы за и против и опять же как случай с первой ситуации я хочу обратить ваше внимание на то что есть интересы управляющей компании которая обязана организовать благоприятное проживание людей на квартирном доме и интересы простые жители которые за это платят опять же при грамотном сочетании этих интересов конфликта не будет если будет общее собрание которое утвердит порядок и оборудование которое будет устанавливать порядок оплаты использования и с этим большинство согласится ну то что сто процентов я не верю в это такого не бывает у нас то в этом случае опять же конфликт будет минимизирован а для установки видеокамеры какой процент жителей должен проголосовать ну для 51 я считаю использование общее имущество здесь интересная практика домофон предлагает услугу отдельно не через управляющую компанию а с каждым жителем и предположим они практику вот только по одному подъезду то есть это не входит в содержание то есть 290-е постановление минимальных услугов да то есть ситуация была с видеонаблюдением с академическим районом то есть там просто стали прикинуть квитанции видеонаблюдения люди обратились в инспекцию инспекция сказала это дополнительно услуга в содержание она не входит если вы хотите чтобы она оказывалась нужно заключить договоры между собственниками и поставщиком этой услуги либо провести общее собрание то есть опять же мы упираемся в формальность а во вторых мнение большинства поэтому считаю повторюсь еще раз если интересы будут грамотно сочетаться формальности соблюдаться конфликта не будет так ну и последнее что я хотел вам показать то есть касательно того где узнать информацию то есть про реформу ЖКХ я думаю все слышали все заходили все видели да да нет да конечно дальше действует новый приказ инстроя с прошлого года о порядке раскрытия информации где довольно подробно должна раскрываться информация по каждому на квартирному дом это реформа ЖКХ и ГИС ЖКХ ГИС ЖКХ пока еще в пилотной стадии в сурвей не многих домов там нет то есть вот передо мной у него дома раскрыты например на этом сайте у многих управляющих компаний дома не раскрыты информацию получить нельзя но раскрытие там достаточно детальное подробное видимо это одна из причин почему до сих пор там этого нет вот и третий ресурс где вы можете примитенно к теме выступления узнать нарушенного права или нет это сайт управляющей компании если он достаточно крупно адекватно есть раскрытие информации на сайте управляющей компании я от иллюстрации взял сайт управляющей компании стандарт на главной страничке можно выбрать дома вот к примеру мы взяли дом на барде на 45 открываем страничку дома и видим форму 2 сведения на квартирном доме вот я прошу открыть скачивается pdf вот она на 40 страницах то есть по идее вот с следующего года по каждому квартирному дому раскрытие должно быть вот настолько детально но это паспорт на квартирном доме здесь и паспорт и информация о коммунальных услугах здесь все 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 значит можно еще раз открыть этот отчет значит и на страницу 25 и на страницу 25 отчет ну якобы да так ну вот здесь мы видим Смотрите, раздел шестой, номинование работы «Стук», работы по управлению на квартирном доме. Здесь мы видим, сколько управляющая компания за 2015 год получила денежные средства из расходов на управление. То есть вот та самая вкусная часть, 633 тысячи. Далее идет разбивка. На что эти деньги были потрачены? Здесь такая цифра, поскольку это в месяц, немного, вот сколько, по сути, получает управляющая компания с этого дома за то, что она управляет. То есть, ну, по сути, здесь лежит прибыль. Ежемесячно 37 тысяч примерно у него прибыли есть. В принципе, анализируя каждую позицию этого отчета, вы можете видеть, что, допустим, была ситуация такая, что по отчету было раскрыто, завезено песка в детскую площадку на что-то 5 тысяч рублей. В итоге жилец это увидел, приходит управляющая компания, говорит, у нас нет детской площадки, нет песочек. Ой, у нас ошибочка, ой, это там вот из-за другого отчета залезло, исключили. Потом анализируя данную форму отчета, вы можете увидеть, на что у вас деньги расходуются, на что, на чем можно сэкономить, какие услуги оказывались, и сравнить с реальностью. Так, ну и на 35-ю страницу. Обратите внимание, при анализе, так, точно у нас 35-я, да? Ну, здесь можно видеть, опять же, а, еще пониже можно? Так, то есть мы видим, сколько было претензий, сколько удовлетворено, то есть по этому дому было 80 претензий по коммунальному услугу, то есть достаточно активно, что управляющая компания работает, 79 удовлетворила. Так, пониже. Вот, сделали перерасчет на 12 тысяч рублей. Так, еще ниже. И получили с должников 76 тысяч рублей. Так, и... Куда вот эти деньги ушли из Голосукова? Кому? Ну, якобы на лицевой счет на квартирного дома. Скорее всего, да. Так, и повыше еще можно. Лицевой счет. Лицевой счет, скажем так, это есть расчет на счет в управляющей компании, где созданы лицевые счеты, как счета, получается, на лицевой счет ушло. Еще повыше. Здесь вы можете видеть, сколько начислено поставщикам. Так, это что у нас? Вот отведение. Вот повыше можно на отопление, например. Газоснабжение выше. Так, тепловая энергия выше. Вот отопление. Начислено людям 2 миллиона на 700. Так, поставщик проверил 1 миллион 300. То есть переплата? То есть людям начислили больше, чем проверил поставщик. И оплачен вообще 900 тысяч. Здесь, возможно, два варианта. Либо управляющая компания начисляет больше, чем платит поставщиковое отопление. Либо второй вариант тоже может иметь место быть, что просто есть долги. Люди платят, и поэтому такая-то сумма выставляется платить. Начислено потребителям, это по факту начисления. Поэтому в каждом случае нужно разбираться с цифрами, но они достаточно интересны. Поэтому вы много информации можете по своему дому получить. То есть по каждому этой вещи... Здесь по каждой коммунальной услуге разбивка идет. И еще можно, да, прокрутить. Сейчас вот, если найдем с вами. Так, повыше. Вот, 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 вот. Значит, общая информация по предоставленным коммунальным услугам. Столько заплатили на январь 2015 года. Задолженность на январе 796 тысяч. А заботовность на декабрь 961. Если так же спеется. То есть, целый год висел миллион дебюторов. Оправляющая компания свои функции по содержанию выполняла. И когда вот я с жителем беседую, они говорят, нам оправляющая компания не хочет там благоустройство делать, видеонаблюдение и так далее, говорит, денег нет. Как же у них нет денег? Они целый год как-то жили без миллиона, накопили его, и с этим миллионом пошли в 16-й год. Я предлагаю им такую схему. Провести общее собрание, сказать, ребят, вы нам сделаете благоустройство, а деньги потом защите жильцов, ну и себе компенсируют эти расходы. В принципе, я считаю, эта схема достаточно честная. Вот. И анализируя опять же эти цифры, вы можете сказать, как работает у вас управляющая компания. Если там меньше 100 тысяч, ну это техническая задолженность, есть там критические неплательщики, это более-менее нормально. Но когда миллион, два миллиона, ну это неправильно. Так, ну спасибо за внимание. Если какие-то вопросы есть, подходите. А вы все замерзли тоже, да, как и я? Ну хорошо. В любом случае, я постараюсь все-таки занимать вас не целую часть, как это заявлено в программе, а поменьше. Потому что, во-первых, я не очень понимаю, я не смогу целую часть что-то рассказывать, это полезное. Во-вторых, точно потеряйте концентрацию, поэтому я просто постараюсь рассказать о каких-то вещах, где можно взять данные, для того, чтобы что-то сделать. Потому что, ну, прежде всего, как бы это же все-таки хакатон, да, для нас важно, чтобы в конце что-то получилось. Поэтому я расскажу просто о том, какие штуки и как их можно использовать, как можно сделать красивую картину, какой-то сервис сделать быстренько за те два дня, полтора, которые у вас есть. Можешь как-то кликать? Да, я клик. Давай, вот, кликай. Хорошо. Вот, я буду не очень долго, потому что, как вы понимаете, даже когда-то я прочитал в книжке, что в бьесах Достоевского, что нельзя больше 20 минут, нельзя даже, если вы очень талантливый человек, поэтому, конечно, я буду больше, но вот что делать. Почему я об этом рассказываю? Я работаю в Теплице уже два года, видел очень много всяких разных проектов. ЖКХ не очень много, ну, достаточное количество, но вообще очень много там, какой-то победителей хакатонов, просто участников, поэтому немножко понимаем. О чем будет речь? О том, где найти информацию, о том, что с ней сделать, то есть как ее можно использовать и как это может представить результаты этого труда. Откуда брать данные? Ну, самая первая система, которую я нашел, я нашел сканшот, была какая-то система единая диспетчерская служба. В 2004 году они должны были создать ее, в декабря, не знаю, создали ее или нет, но это самый старый сканшот. Вот, но если так вернуться сейчас, то, я думаю, все знают такой портал DataGov. Кто не знает, поднимите руку, кто первый раз видит. В 2000. Ну, отлично. Есть такой портал, там собираются открытые данные вообще, ну, большинство, по идее, государственно, ну, как сказать, раскрытых органов государственной власти открытых данных там публикуются с поиском, всякими фильтрами, сортировками, очень удобно. Вот, можете зайти, поискать, скачать по Екатеринбургу, там, 93 набора, я нашел там, ну, разные, в том числе, по ЖКХ. Например, есть сайт открытой правительства Северновской области, там тоже публикуются открытые данные. Насколько они все там точно пересекаются с DataGov, это вопрос открытый, потому что частично они где-то чуть-чуть могут быть новее, где-то уже обновили, где-то еще не обновили, где-то что-то новое публиковали, где-то что-то удалили, поэтому смотрите, и там, и там. Есть официальный сайт города, там нет этих данных в виде, как сказать, открытых данных. Ну, условно говоря, там есть какие-то списки, перечни, там, правы, еще компания, ТСЖ, еще что-то, в общем, много информации по поводу ЖКХ, тарифы, какие-то пайказы и прочее, 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 но там они сделаны, как сказать, просто на сайте, текстом. Но, тем не менее, это те же самые данные, они в открытом доступе, их нельзя назвать открытыми данными, то есть их нельзя там каждый раз быть уверенным, что они там будут, что их можно будет скачать, по какой-то ссылке, там, какой-то формат, ну, то есть, без соблюданий всех этих тонкостей, но, тем не менее, они там есть, вы можете их оттуда брать. Очень много всего. Есть еще другие официальные сайты, что это, например, это у нас, Министерство энергетики, да, там тоже что-то публикуется, в том числе, то, что относится к ЖКХ, открытые данные. Ну, может быть, не все, но вот здесь, что я там нашел? Нашел. Да, программы расселения этих самых аварийных домов, там еще что-то, ну, то есть, эти данные могут быть на других официальных сайтах, там, вроде как, по идее, они должны были быть на Екатеринбург.рф, но вот они почему-то тут. Что еще есть? Есть, например, Минстрой России, там, в принципе, тоже должно публиковаться очень много информации в открытых данных, но мне там особо не удалось мне найти каких-то, прям, вот, ЖКХ, ну, кроме вот контактных телефонов, ответственных за ЖКХ в регионах Российской Федерации, но, тем не менее, если там, не знаю, может быть, сейчас нет, но там, через полгода что-то опубликует. Ну, как возможное будущее, то есть, что имеется в виду, в Москве вот сейчас уже есть, да, этот датомоск, вон там точно. А, ссылка неправильная. Это подпись неправильная, на самом деле, это московский, московский портал этих картинок данных в Москве, вот, и вы можете просто поиски их видеть, посмотрите, как это может быть сделано. Там, в принципе, довольно много все публикуется, по ЖКХ, открытых данных очень много, и, в принципе, у вас тоже может быть рван точно так же, это не требует каких-то там супербольших вложений. вот. Кроме всего прочего, можно брать данные, например, ну, просто из каких-то других мест, те, которые не являются открытыми данными, ну, как сказать, и не являются официальным сайтом, посвященным ЖКХ, и вообще, просто какая-то совсем другая штука. Например, поисковик, вот это просто картинка из Яндекса, подожди, не приближай, вот здесь, это запрос, когда, наконец, включат отопление. Ну, вот. Можно посмотреть, как бы, когда в месяце его начинают задавать, то есть, где-то с конца августа и, так, значит, весь сентябрь, половина октябрь и кусочек наибэ, да, в разных игрных России, ну, это вот, это 15-й год, и 16-й год, да, то есть, там, в самом начале 15-й, это, нет, наоборот, 14-й и 15-й, это 16-й год еще, то есть, еще не началось, так, соответственно, люди волнуются, когда, наконец, слышат отопление, начинают задаваться эти вопросы. Точно так же вы можете посмотреть какие-то другие проблемы, ну, когда они бывают, какая у них сезонность, есть ли она. Ну, например, с отоплением точно есть, можно точно посмотреть, что вот люди действительно волнуют, потому что начинают топить позже. И можно посмотреть, в каких регионах это действительно проблема, то есть, видно, что вот, вот, на севере, там, как бы, у них, ну, то есть, там, это более, как бы, насущный вопрос. Ну, то есть, То есть можно просто посмотреть в каком регионе, в каком городе для людей это действительно проблема. То есть там больше, чем обычно, народ начинает спрашивать, когда наконец получится отопление. И так вы можете обнаружить, где есть эти проблемы. Ну, например, практически крыш, еще что-то там. Ну, в общем, вы можете выбрать список тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, если вы делаете какой-то сервис. И чтобы проверить, сколько их, где они, вы можете просто посмотреть это в WordState. Или есть в Google тоже очень прекрасная такая система. Можете посмотреть и сами формулировки, которые люди используют для описания тех проблем, с которыми они сталкиваются, с протечками, с счетами, с жалобами и прочим вещами. И как это распределено во времени и в пространстве. Очень эффективно, очень интересно в Google Trans. Да, в том числе вы можете искать это в соцсетях. Ну, имеется в виду автоматизированную искать, конечно, не руками, но в том числе и руками, может, по кэштегу. Вам вовсе не обязательно использовать какой-то там прям отдельный специальный сервис или какой-то сайт там по публикации, не знаю, каких-то жалоб граждан. Вы можете просто там запустить хэштег и посмотреть, не знаю, или просто там поиском поискать людей там из своего региона. Когда люди пишут какие-то проблемы, ну, там, не знаю, маленького какого-нибудь микрорайона, вы можете взять, выбрать это место, там, на карте посмотреть, какие в Инстаграме люди фотки там пишут, ну, публикуют с описанием каких-нибудь ужасов. Ну, например, вы знаете, какие слова там люди пишут, что, не знаю, там, яма на дороге, еще что-то, когда это кончится, ну, я не знаю, в общем, такие вещи можете посмотреть. Точно так же можете посмотреть это там в Фейсбуке или ВКонтакте, ВКонтакте, ну, в общем, в Твиттере, по хэштегам, вы можете это заметить. Вот. Да, дальше. Есть такой первичный данный, это самый большой источник данных по ЖКХ, это, конечно, сайт Экформа ЖКХ. Здесь есть ссылка, есть готовый бетоновский скейп, который уже собирает вот все данные. Вам нужно просто запустить этот бетоновский скейп по инструкции, он с открытым исходным кодом, указать нам нужный регион, и он вам соберет оттуда сведения по всем домам, которые есть в этом регионе, то есть на сайте Экформа ЖКХ, где они находятся, их координаты, какие там праздничные компании, ну, в общем, всю эту информацию, которая есть на сайте Экформа ЖКХ. Ну, почти всю. Но на самом деле на сайте Экформа ЖКХ есть не вся информация. Вот. Но вот этот, всем рекомендую, на гитхабе, на эксгиз, выложил туда свой этот парксер. Пожалуйста, вы можете прям сегодня его там запустить, себе на ноутбуке, он вам скачает, не знаю, там, 10 тысяч домов по Екатеринбургу. Это еще один пример, это по Питеру. То же самое, данные. Это по Питеру, по Питеру, по высотности застройки, и, так сказать, расположил на карте для того, чтобы там проанализировать, где-то там повыше, там, или пониже. Но вы точно так же можете посмотреть, где у вас там многоквартирные дома, и сколько конкретных квартир, но имеется в виду не на том уровне, что, типа, один дом какой-то, а прямо вот целый район, и определить, где там более перспективно ваш сервер продвигается, или нет, там, ну, какие-то другие вещи. Там не только количество квартир. Вот. Кроме того, есть еще такая штука, я даже не знаю, как он называется точно, в общем, этот сайт, но я забыл. Но он именно по Евтиенбургу и Свердловской области, такой сайт, там гораздо более подробная информация, чем на сайте реформы ЖКХ. Тут, может быть, по каждому дому всякие там паспорт-объекты, описания, там, есть ли он холодного снабжения, сколько там квартир, какое там газоснабжение, есть ли там лифт и так далее. То есть все вот эти вот такие более подробные важные вещи про дома там есть. И по ЖКХ, и там, в общем, к сожалению, не по всем домам, да, то есть пока информация там не полна, но, по крайней мере, даже то, что есть, уже очень много, и это больше, чем на сайте реформы ЖКХ. Вот. Оттуда тоже вы можете это все отправить, вот ссылка есть. ЕКТ, СВЕ, ЕС, ЖКХ. Ну, в общем, это как-то кусочек от ГИС ЖКХ, ну, в таком виде. Это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Свердловского. Это ГИС ЖКХ. Это ГИС ЖКХ, да, в Свердловской области, но он немножко по-другому выглядит, там, по-другому тебе надо показывать. Да, 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 он еще в бета-версии, то есть он там какой-то, как сказать, тестовый режим, там, описание сайта из серии, ну, это у нас такой сайт, ну, то есть там, он, как бы, я даже не знаю, существует ли он официально, но он есть в интернете, там есть вот эти данные, и они, в принципе, доступны. Да, понятно, вот ГИС ЖКХ, тут тоже есть данные, вы тоже можете их там собрать, они немножко другие, и они менее подробные, на самом деле, чем вот в этой вот. По Свердловской области, ГИС ЖКХ кусочку. Вот, что еще? Так, ну, кроме всего прочего, если вы, ну, допустим, это вот, и мы поговорили про источники открытых данных, которые там, ну, опубликованы как открытые данные, есть официальные сайты, на которых есть какая-то информация по ЖКХ, есть, например, специализированные официальные сайты по ЖКХ, есть социальные сети, откуда вы тоже можете, там, никого не спрашивая, что-то собрать. Ну, кроме всего прочего, если вы, нет таких сайтов, да, информация вам нужна, вы всегда можете ее сами собрать. То есть вы можете попросить этих людей, прислать вам там в WhatsApp-е сообщения, вот, как тут рассказывали про всякие разные сервисы, мобильные приложения, но вы можете просто сделать в WhatsApp-е, не знаю, свой номер, раздать его с вами, там, жильцам вашего дома, они вам туда напишут все сообщения о тех проблемах, которые у них есть, если их это волнует. И вот у вас обратная связь. Ну, если вы, там, не знаю, проводящая компания. Ну, вот. И все, пожалуйста, они будут, там, вот, в прямом эфире. Раз, два, в телефоне посмотрели, все, там, записались. Ну, кроме того, вы можете сделать какие-нибудь сервисы для сбора информации, там, в интернете. На сайте взяли Google-форму бесплатно, воткнули такую картинку, какое-то списание вашего сервиса, ну, не сервиса, а того, что ваши проблемы, которые вы собирают совершить, и, там, собрали обратную связь от людей. Разослаем эту ссылку по почте или, там, ВКонтакте, где угодно. Они все заполнили, у вас все, пожалуйста, все данные вы собрали. Спираль, пожалуйста. Вот. Ну, то есть какую-то обратную связь от людей. Даже если этого нет на сайте, даже если их больше нигде нет, вы можете, так сказать, это получить от них непосредственно, они вам это напишут куда-то, там, в какую-нибудь форму, или тот же WhatsApp, который, в общем, мой комментарий, да, или Телеграм. Есть еще оффлайн-данные. То есть вы можете просто пойти, фотографировать дома, опросить людей пешком, тоже потом записать это все в свою базу данных внести, сделать сервис. Я включу, пожалуйста. Глеб, у нас еще есть онлайн-данные, это из Росрегистра, например, да. Если хочешь узнать, какие помещения в доме кому принадлежат, то есть... Ну, это там платно, если там ты... Нет. Если прям много тебе нужно, то это под денег. Там есть хак, можно вытащить все, узнать, например, количество собственников у вас. Нет, количество собственников, да, но именно вот полные данные по всем людям, это уже будет в той деле. Это конкретный именал. Да, конечно. А сколько собственников и какие они, либо это город, там, личная собственность, либо это частная собственность, можно узнать. Да, да, спасибо. Да, это важное замечание. Ну, там, как сказать, вы можете посмотреть, кто конкретный собственник этой квартиры, там, ну, это там стоит ли, там, сколько-то рублей, не очень дорого. Но бесплатно можно посмотреть, хотя бы там, что их несколько, например, узнать об этом. Вот. Кроме всего, есть оффлайн-вые всякие штуки, то есть откуда можно брать данные? Можно брать данные со счетчиков, можно сделать приложение, условно говоря, куда люди вносят эти циферки, можно сделать приложение, которое распознает эти циферки, человек просто фотографирует свой счетчик, оно само там заполняет, в принципе, несложно же, готовые штуки есть. Но это на обычный счетчик. Есть необычные счетчики, тоже классная концепция. На самом деле, я уже лет семь, какие-то американские ребята. Сидхан Губта сделал такую, была у него научная работа, написала статью, можно поставить один датчик, который имеет, условно говоря, напряженность в вашей электросети, и помехи этого там бывают. Вот. И так как каждый электронный прибор в вашей квартире, он работает, ну там по-разному ее нагружает, потому что у него свои характеристики, то поле меняет, ну там напряжение немножко меняется, и, соответственно, можно определить, какие конкретно устройства у вас были включены в данный конкретный момент. Понимаете? Вот. Все боевое. И, соответственно, вы ставите такой датчик, он пишет у вас все вообще, и сам рассчитывает, сколько энергии у вас прорабатывает тот или иной потребитель, собственно, какая электричество, сколько у вас ушло на стереальная машина, сколько ушло на холодильник, что-то еще что-то. Это такой научный проект. Я не знаю, продаются ли такие датчики сейчас, по-моему, до сих пор не продаются. В основном сейчас ставят на каждое отдельное устройство, можно отдельный там счетчик ставить. Но, тем не менее, это возможно, там, если бы у нас здесь были какие-нибудь, может быть, кто-то есть, кто там делает какие-то железные проекты, то могли бы сделать такую штуку, не знаю, поставить их там в нескольких домах, все точно рассчитать. Было бы полезно. Ну, точно так же, источник, ну, как сказать, оффлайн всяких данных, это фотография от пользователей, там, прежде всего, там, протечка и прочее, то есть вещи, которые можно собирать, там, как-то с этим работать. То есть вы сделали сервис, они туда засылают эти там фотографии, это может быть все, что угодно, но это самое простое, да? И не требует особо какие-то сложности для их хранения. Мы просто группу ВКонтакте сделали, где-то там, присылайте нам фотографии, там, того-то и того-то, тех конкретных проблем, которые волнуют ваших, там, граждан ваших микрорайонов. Есть, это тоже классная штука, можно делать прекрасные фотографии, например, можно купить, не знаю, там, за 200, 200, 300, ну, в общем, это, конечно, раньше полгорода дешевле, те, в два раза дороже, но, тем не менее, можно купить сенсоры, которые крепятся на мобильный телефон, не знаю, там, один или два, на ваш, там, микрорайон, нафоткать дома, обнаружить там эти места, где там происходит утичка тепла, вот. Вот, например, у меня сейчас это очень актуально, холодно. Вот, и, там, уже взаимодействовать, там, с вашими, как это называется, прочим компаниями, в общем, органом ТСЖ и прочими организациями, чтобы они вам все чинили, значит, берегли, спасали вас от этих утичек тепла, это, в принципе, недорого. Так же можно сделать проект, я вот думал, ну, что можно сделать, да, там, за два дня на карту, можно сделать какой-нибудь, ну, там, датчик уровня шума, например, там, потому что, в принципе, есть какие-то определенные нормативы, какой у вас может быть, ну, шум в квартире, да, там, например, соседи шумят, или улица, там, не знаю, машины едут и шумят, можно сделать на Радуино какой-нибудь простенький, там, готовый микрофон, готовый прошивку взять, там, спаять, получить такой датчик, ну, ваше устройство для изменения уровня шума, сколько там у вас этих даципел, получается, не знаю, выложить в открытый доступ, раздать там вашим коллегам, и у вас будет, как сказать, доказательство того, что, например, ну, открытое доказательство того, что, не знаю, там, дорога, которая идет у ваших окон, они там слишком сильно шумят, эти машины, потому что могут быть проблемы, там, не знаю, нужно вызывать специальных людей, которые имеют там специальное сертифицированное оборудование, но тем не менее, в общем, это тоже один из вариантов, можно брать какие-то сенсоры и самим это делать, и там, они дешевые, поставить там в каждый дом, пригодаться жизнью. Можно еще? Точно так же всегда важно помнить, что есть другие сенсоры, например, у вас есть мобильный телефон, у всех здесь есть смартфон, у кого нет смартфона здесь, есть кто-нибудь смартфон? Один, два, нет, один, два, ну, в общем, не много людей, у всех есть смартфоны. На самом деле, в каждом смартфоне очень много датчиков, поэтому, если вы сами делаете мобильное положение или заказываете мобильное положение, имейте в виду, там их тоже можно использовать, например, там, звук, освещение, там, не знаю, влажности, по-моему, даже у кого-то есть, по-моему, в последнем айфоне есть. Да, электронное давление, в общем. Ну, на самом деле, вот, вот это приложение, вернись, вот это приложение, про которое я говорю, это откалиброванное приложение, там специально обученный человек, он специально откалибровал, по-моему, на каждую отдельную модель телефона, чувствительность микрофона, вместе с профессиональным оборудованием, по громкости, и, в принципе, вы можете просто поставить все такое приложение и замерять уровень шума, и оно, в принципе, будет достаточно точное. То есть, если оно покажет, ну, не знаю, 90 дБ, или там 85, и вы вызовете специально обученных людей, которые приедут с этой штукой, и ему их тоже будет 85. Преодолжение на нитраты не реагирует? Ну, нет, но там есть другие, в общем, близкие. Но, тем не менее, есть большое количество сенсоров, вот о чем я хочу сказать, есть большое количество сенсоров, сейчас они стали дешевые, там, вообще, какие только угодно, не знаю, там, ускорения, всего чего угодно, вибрации, випродатчики. Их можно закупать в интернете, прикручивать к ардуинкам самим, там, ставить у себя дома и замерять все эти штуки. Вот есть какие-то примеры сервисов, ну, понятно, что вы можете успеть сделать за эти два дня. Можно сделать какой-нибудь сервис по приему жалоб, это может быть все что угодно, там, просто Google форма, не знаю, там, эти, как это, бот в Телеграме, или это может быть, там, канал в WhatsApp, группа, куда люди посылают нам свои фотографии, сообщения. Вот как тут жаловались на эти машины, которые там стоят, ну, возьмите просто, там, пошлите эту фотографию и место, локейшн, все, ровно то, что там, и время там будет записано. Вот, то есть это можно делать жалобы, что еще можно делать? Вот такие можно жалобы сделать. Если вы видели эти, МГСитизм, почему, ну, вот я вот сюда сделаю именно этот сканшот, здесь в принципе перечислены какие-то основные проблемы, можно посмотреть, что людей уже волнует, потому что он уже давно работает, сервис там, он какой-то типа общероссийский, но тем не менее, там можно посмотреть хотя бы, какие проблемы более популярны у людей, ну, именно такой способ, подход к решению этих проблем через интернет, что вот они зашли там, какие-то жалобы написали, еще что-то, вот, какие менее популярны. Опять же, там у них есть пример нометизации, потому что там есть какие-то юристы, в принципе, они вроде как бесплатные, но понятно, что в конце придется заплатить. Вот. Можно делать визуальные истории, какие, как сказать, ну, например, на карте, вот это из красивого Петербурга, например, мне нравится, там просто они выбрали все такие горячие точки, на карте отметили их сами руками, то есть это не пользователи сделали, они сделали фотографии, описание, и в принципе, можно посмотреть и там разобраться, какие проблемы есть там, в этом районе, вот. Можно сделать такую, как сказать, простую визуальную историю, какую-нибудь визуализацию, тоже там взять какие-то проблемы, которые у вас есть, которые вы уже знаете, там, ну, это конкретно возраст домов, там, где постарше, где помоложе, по годам постройки, ну, где там сконцентрирована самая старая застройка, и используя там сервис, какой-нибудь, типа, карте ДП, просто засовываете эти данные с реформой ЖКХ, и вот у вас получается такая штука, типа, где старые дома, которые, скажем, понадобятся к поймать, даже если у них отмечено, что вроде как состояние неизвестно. Какие еще, какие инструменты могут быть? Ну, как взять эти данные? Очень часто есть, можно просто скачать. Да? Большинство этих данных, ну, не большинство, но очень много, можно просто скачать. Переключи еще. Вот. Как только у вас возникают какие-то проблемы, вы думаете, вот нам надо что-то там разработать, какой-то специально обученный программист, он говорит, я не знаю, как это делать, давайте я начну с нуля. Прежде чем говорить, да, давай начнем с нуля, попросите, поискать на гитхабе, такой специальный сайт, попросите поискать на гитхабе какое-то готовое решение. Потому что, скорее всего, если это что-то популярное, то хотя бы какой-то кусок для этого уже есть. То есть, можно что-то найти, там, вот вы вконтакте хотите что-то собрать, ну, пожалуйста, там для вконтакте есть уже готовые библиотеки. Вы хотите там сайфформы ЖКХ что-то собрать, ну, пожалуйста, есть как минимум две, два репозитория, я нашел, где есть какие-то скрипы, которые сайфформы ЖКХ открытые, бесплатные, вы можете их использовать, и прочего. Если вам нужно что-то там рассчитывать, какие-то простенькие данные извлечь именно из сайтов и потому что с ними сделать. Я там так скучно, да? Ну, ладно. Кто понимает? Хорошо. Так, окей. Кто не понимает, о чем я вообще сейчас говорю? Ну, ладно. На самом деле, я сам не очень понимаю. Отлично. Мы с вами вдвоем. Хорошо. Я запомню вас. Да, да. Я ключик людей, здесь присутствующих, твоя речь, она, ваша речь, она. Это разговор просто. Особенно. Окей. Да, хорошо. Это, кстати, в общем. Ну, ваша группа понимает. Да, вы просто, если, смотрите, если я что-то говорю, какое-то слово, и продолжаю дальше говорить, а вы вообще не понимаете, что это такое. На самом деле, мы здесь для того, чтобы вам помочь, поэтому вы просто так поднимаете руку и говорите, что это такое. Если их будет прям слишком много, я постараюсь как-то переключиться на более простые слова. Так что, какое оно? Что именно вы говорите? Я как раз вас Я просто поэтому и говорю, что здесь левая часть поднимает. Хорошо. Да, идея какая. У вас есть какие-то странички в интернете, там, сайт екатеринбург.рф. Да, есть эти данные, там написано список этих правящих компаний и их телефоны. Вы можете их руками скопировать оттуда и потом засовывать по одной табличке в Excel. А можете взять Google Spreadsheets, это просто в Google, это такое Excel в Google, да, точно такая же Excel, только в интернете. И там есть всякие готовые функции, вот они тут перечислены, вы можете посмотреть там в справочнике, но вам просто нужно понять, что это вообще возможно. И вы берете туда вот этот урок, копируете той страничке, адрес той странички, где вот написаны ваши эти телефоны и прочая история и название этих правящих компаний. Вы просто копируете туда, нажимаете кнопочку ОК, и они там сами появляются уже в каждой нужной ячейке. Вот. Долусловно. И у вас получается в файл, в котором все там списки этих там не знаю правящих компаний с их телефонами там названы именами директоров и так далее. Ну это такой самый простой способ. Он вообще ничего не дает. Так. Ладно. Это тоже. Хорошо. Но просто на секунду отмотай. Просто вот важно что, что на самом деле даже если какие-то специальные сайты, которые там вам говорят какие-то люди, что их сложно там собрать оттуда данные и так далее. Их оттуда сложно скопировать. Нужно делать руками. Есть специальные продукты тот же ГСбанки и вот следующий iMacros, которые позволяют по-простому оттуда все вот это скопировать и сохранять автоматически. Он просто записывает то, как вы нажимаете на кнопочки и потом вы нажимаете на play. Промните, это воспроизводит как вы там кнопочки эти нажимаете там нажать на кнопочку сохранить. Нажать на кнопочку определить сохранить. Да. И делать это автоматически. Очень удобно. Не требует никаких особых. Он прям записывает, как вы нажимаете на мышку. И потом это все воспроизводит. Хорошо, значит, каких-то данных вы собрали. Что можно успеть сделать? Например, можно сделать какую-то визуальную историю. Например, какой-то проблеме. Или описать кейс, как вы боролись за что-то, и вы боролись успешно, или не успешно, или борьба продолжается. Самый простой способ, вы не умеете ничего делать, сайты какие-то. Вы можете воспользоваться готовым сервисом Tilda CC. У них есть бесплатная версия. С помощью Tilda получаются прекрасные красивые лонгоиды. Кто-нибудь не знает, что такое лонгоид? Хорошо. В общем, длинная такая статья с большими красивыми картинками, видео и прочими штуками. На Tilda все это делается просто проще, чем в ART, получается красиво. И если вам нужно именно рассказать о какой-то истории, какой вы там что-то делаете, или хотите кого-то там убудить людей что-то делать, вы можете на Tilda сделать простенький сайт по чумику. Если вы хотите какой-то прям сайт сделать, конечно, используйте WordPress. Никаких там битекса, платных штук мы не рекомендуем. Мы рекомендуем использовать бесплатно открытые штуки. Например, в WordPress для него есть плагины, и готовые темы, и все остальное. Вы сегодня точно сможете его установить и начать что-то делать, если вам нужно там, не знаю, сайт под ваш проект. Есть куча безумных, конечно, всяких разных GIS-систем, открытых и закрытых, и веб там, и не веб. Вы можете, если она там у вас на дескопе, вы можете сканшотиков наделать для истории на Tilda. А если она, так сказать, в веб, то вы можете ее там поставить, раскрасить и так далее. Их много всяких разных. Просто, ну, обычно они первые, это выгрупплены троп-входы, там, какие-то прочие, которые какие-то сложнее. Которые проще, я думаю, на следующем слайде. Не, это чуть посложнее, но, в общем, если вы делаете какой-то проект, и у вас там нужно нанести эти дома, туда как-то показать, еще что-то, то просто используйте OpenStateMap вместе там с какой-то библиотекой Лифтлит.js, да, и если у вас есть какой-то программист, который будет что-то делать, скажите ему эти два волшебных слова, он их там выбьет в Google, найдет эти, найдет OpenStateMap. Кто-нибудь не знает, что такое OpenStateMap? Хорошо. OpenStateMap это такой сервис, как Google карты или как Яндекс карты, только он открыт и бесплатный, и все данные, которые там есть, вы можете их скачать целиком, полностью, и там делать с ним все что угодно. То есть если у вас есть под рукой какой-то программист, то вы можете там изобразить, сделать любую карту, и она будет точная и такая настоящая, но она будет выглядеть так, как вы хотите. Соответственно, если у вас нету программистов под рукой, то используйте такой классный сервис, по назову карта.дб, по названию, по адресу карта.ком. Чем он хорош? Вы берете, вот у вас есть какие-то данные, которые вы собрали там с сайта реформы ЖКХ или откуда-то еще, или сами подготовили. И в них есть географические координаты. Ну, то есть это где-то там что-то произошло, не знаю, вот эти фотографии, которые там машины, которые паркуются там ни у того дома. И вы взяли все эти события, все эти точки прямо в файле, воткнули в этот сервис карта.дб, и он вам сам изводит красивую карту. Она будет красивая, там все будет на своих местах расположено, и вы можете ее там всячески понастроить, чтобы она была там нужных цветов, там нужного размера и так далее. И для этого вам не нужно иметь программировать, и не нужно там хорошо понимать в картах. В общем, всячески я рекомендую. Это то, что вы точно можете успеть. Если вам нужны какие-то графики для вашего сервиса, используйте plot.ly, не надо их там отсылать в Excel, просто загружайте их туда в файлик, он вам высылает красивые графики, они могут быть интерактивные даже. Ну, в общем, если что, делать с PlainsCain и засовывать в ваш отчет или там, посылайте ссылку на презентацию. Так, если вы хотите что-то рассчитать, всячески рекомендую пакет Art Studio. Ну, конечно, там тоже определенный порог входа требуется, но если вам нужно именно какие-то такие расчеты делать, да, там рассчитывать какие-то, не знаю, у вас много данных, и вы хотите рассчитать какие-то управляющие компании, там что-то, не знаю, тратить слишком много денег, ну, там какие-то, ну, в общем, такие вещи, но именно в большом масштабе, то лучше всего использовать вот эту штуку, она бесплатная, открытая, вам потребуется, не знаю, может, неделя-другая, на то, чтобы понять, как это работает, но дальше... Ну, может быть, ну, три недели максимум. Ну, это зависит от того, кто конкретно это делает. То есть, если совсем нулевая порог, ну, то есть, вообще первый раз видит компьютер, но таких совсем нет людей, у всех есть какие-то телефоны. Вот, а так по туториалу все точно научатся что-то делать за пару недель. Да, в общем, для всего остального, на самом деле, есть гитхаб, там есть все готовое, есть плагины для WordPress, там тоже уже все готовое, и есть тестовые аккаунты. Что у меня по тестовым аккаунтами? Например, вам нужно сейчас сделать сайт, вы хотите его сделать, но у вас нет хостинга, у вас нет домена, ничего у вас нету. Вы можете пойти, там, на какой-нибудь... кто это у нас? На GnRU, например, и, там, на 10 дней, там, быстренько нажать кнопочку «Установить меня в WordPress», он автоматически восстановится, и он будет бесплатный, там, у вас 10 дней вы не попользуетесь. А как облако делать? Облачный. Про облако сейчас расскажу. Облачный. Хорошо. Если вам нужен сервер, то есть у вас там приложение, вы хотите, чтобы там все как-то работало, где-то там далеко, на Амазоне, у них есть бесплатный сервис, ну, как не бесплатный, а такой промо-сервис Amazon Hightire, то есть первый год бесплатно за самый маленький там микроинстанс, ну, такой, типа, малюсенький сервер, но он настоящий, он все умеет делать, для вашего проекта его точно хватит, скорее всего. Вот. Ну, верну на секунду. Вот, он так называется, вы его просто поищите на Амазоне, и вот как раз вот эти облака, в принципе, оно там в этом облаке амазоновском будет крутиться. Как только у вас будет много пользователей, вам станет нужно там побольше, вы просто вобьете туда, там, не самый маленький сервер, там, типа, на 500 гигабайт оперативки, и он у вас сразу появится. Просто переключатель. Также мы рекомендуем там использовать всякие облачные хостинги, типа DigitalOcean, потому что чем он хорош, вы его включили, нажали на кнопочку, у вас там появилась операционная система, нажали на кнопочку, у вас там появилась какой-то там, не знаю, WordPress, еще что-то. Ну, в общем, всем нужны вам пакеты, ну, готовый образ можете выбрать, там, со всеми уже настройками. И как только вам он надоел, вы поняли, что да, оно не прошло, нажали на кнопочку выключили, то, что если у вас деньги не списывать, то все, как бы, закончилось. Ну, этот Linode, это то же самое, что DigitalOcean, абсолютно такая же стоя, просто нельзя же один какой-то рекламировать. Вот, соответственно, если, я так понимаю, если у вас какие-то сомнения, или я не очень подробно рассказал про какие-то сервисы бюджетного, зайдите на канал Тиблица на Ютубе, вот, Алексей Ницца записал про сколько их сервисов. То есть про вебинары или про? Да, про вебинары вообще. Ну, вебинаров, вот, наверное, уже больше 20 точно, а всяких там видео больше 100. Вот, то есть там 120 видео есть уже сейчас готовых, ну, вебинары, они такие подлиннее, более такие подробные инструкции, они более конкретные для каждого конкретного инструмента. Там есть подробные инструкции, как, что делать. Вы нашли какой-то инструмент, думаете? У нас на сайте Тиблицы есть большой каталог этих инструментов, различных там, ДК, и всего, что вам понадобится. Вот. Да. Хорошо. Соответственно, вы на сайте Тиблицы, вы прочитали какие-то, значит, эти инструменты, которые в этом подходят под нашу задачу. Зашли в канал на Ютубе, посмотрели инструкцию. Альсиница для каждого, вот, прям, сервиса практически, который там описан, записал видео, как, что, какие кнопки нажимать, чтобы оно заработало. То есть даже с минимальным уровнем входа, то есть вам не нужно быть программистом или каким-то продвинутым пользователем для того, чтобы там со многими из них разобраться и что-то сделать. Вот, главное, что начните уже сейчас что-то делать, ну, еще один мастер. Еще одну презентацию посмотрите, и потом сразу начните что-то делать, потому что вы точно сможете, как бы, если вы будете делать, то вы точно сможете сделать. Вот. Если вы просто будете слушать умные рассказы, то результат будет другой. Опять же, я с сильными здесь, и не только я, здесь еще есть Денис, Денис, еще один, значит, два Дениса. Вот. Еще здесь есть я, еще здесь есть Алексей, и Лев здесь есть. И Александр. Да, и мы вам с удовольствием, и Александр, мы с удовольствием вам поможем, если вам что-то нужно установить, там, вот, поправить, посоветовать, как что сделать, то мы вам совсем поможем. Вот. Так, все. Что, поехали? Поможешь мне? Да. Да, просто право делал. Техники взаимодействия, что это такое? Вы когда-нибудь в жизни делали интервью с кем-нибудь, с человеком? Да, кстати. А, ты записываешь на камеру? Отлично. Кто делал интервью, поднимите руку. Скажите, я делал. Нет. Отлично. Серьезно? Никто остальные не делали ни разу интервью? Нет. Тогда я уточню интервью, это просто поговорить, задать вопросы и узнать что-нибудь из человека. Кто когда-нибудь узнавал что-нибудь другого человека? С помощью вопросов. Как вы хотите брать? Да, например, такое. Вот под интервью понимают многие люди... Можно на следующий слайд? Почему обычно отказываются? Потому что это похоже на эту штуку. Типа интервью брали? Да, это похоже на эту вещь. Поэтому обычно люди говорят, нет-нет, я серьезно. Я не брал интервью никогда. Чего сегодня помогу? Чем вам? Я расскажу, как вы можете брать интервью у людей, не имея образования специального социального, психологического, другого. Почему я вам расскажу про это? Я занимаюсь тем, что в последнее время помогаю некоммерческим организациям развиваться, то есть делать разные проекты. У меня есть своя команда, и в ней есть исследователи. Эти исследователи берут интервью, выясняют разные причины разных проблем. Я их обучаю. Сегодня я вам расскажу маленькую часть, которую вы можете уже с собой внести, чтобы выяснять, что человек думает, почему он сделал ту или иную вещь, и как вы можете это применить в своем решении. Как это вам пригодится? Допустим, у вас есть проект, но вы какую-то штуку не знаете. Например, сегодня я рассказывал, что они сделали приложение, запустили, а люди не пользовались. И он не знает. Он сказал, я не знаю почему. С помощью интервью можно выяснить. С помощью даже того, чтобы задать вопросы. Задав вопросы, можно выяснить, почему человек не пользовался. Но они это не сделали. Часто люди не делают, потому что похоже на эту штуку. Что интервью требует сил, знаний и всего такого. Поехали. Расскажу, что у вас сегодня будет. Нажимать? Да, нажимаем. Кто-нибудь смотрел этот сериал? Да. Смотрел? Поднимите руку. Сериал называется «Обмани меня». Там теория лжи. Помните первую сцену? Я очень рад был показать вам, но у нас нет звука. Я вам расскажу суть этой первой сцены первого сезона. Советую посмотреть первую серию первого сезона. Есть человек, который умеет... Доктор Лайтман его зовут, доктор Свет. Он умеет определять микро-мимику и микро-жесты людей. И с помощью определения этого он может понимать, что именно человек думает и чувствует. То есть он не верит словам во время интервью или общения, он анализирует, что человек думает. Мы не будем этим заниматься. На это нужны определенные навыки. Но смысл в том, что он проводил интервью без слов. То есть его оппонент, точнее, не говорил ни слова. Он сидел в камере, заключенный, и он заложил мину какую-то определенную в церкви. И доктору нужно было выяснить, где. А человек мне ничего не говорил. Доктор только задавал вопросы и смотрел на мимику. И постепенно, задавая вопросы, он понимал, как построить разговор так, чтобы выяснить по эмоциям, что же действительно внутри человека происходит и что же он говорит, о чем он думает. В итоге он обезвредил мину, точнее, он помог обезвредить мину. И все прошло хорошо. К чему это... Да, все верно. К чему я это говорю? Мы не будем заниматься выяснением, что человек думает с помощью эмоций. И мы не будем пытаться интервьюировать, как это делают корреспонденты. Мы сегодня просто практикуем умение задавать вопросы. Поехали дальше. Поехали. Алексей, помоги мне. Раздай, пожалуйста, листы бумаги каждому второму человеку. Или ладно, бумаги каждому второму. Кого видишь в этом здании. Кого видишь, да? Да. И также ручки раздай, пожалуйста. Если есть ручки, то отлично. Можно дальше? Пока раздают листы, давайте представим ситуацию. Вот сегодня Илья рассказывал с лигой ЖКХ, что есть такая история. У вас есть приложение, вы его разработали, да? Выложили в App Store или на Android, на Google Market. Оно не работает. Ну, в плане, оно работает, но люди не формируют с помощью него заявок управляющей компанией. Как вы бы хотели. Понимаете? У вас есть приложение. Оно позволяет формировать заявки для управляющей компании. То есть каждый жилец может отправить заявку с помощью телефона. Но эти заявки не отправляются. Понимаете, да? А вы это приложение разработали и хотите с помощью него либо заработать, либо чтобы оно работало. Представили? Если да, то поднимите руку, что представили, что и такая ситуация существует. Отлично, я рад. Давай дальше. Приложение не скачивает. Вы идете сейчас, представьте, что вы сейчас будете встречаться с человеком, который приложение скачал, но не использует. Представили? И вы хотите спросить у него, почему он не использует. Просто пофантазируем. Один из вас, мы будем работать в парах, будет тот, кто создал приложение, а второй тот, кто не использует. Например, он не отправляет заявки о том, что лампочки в его доме не работают. Или он не отправляет заявки, что на мусорной баке расположены слишком близко к дому и мешает ему спать. У одного человека задача выяснить, у другого человека задача спросить. В смысле ответить, точнее, простите, выяснить и другого ответить. Давай. Что делать, я написал здесь. Чтобы вы не забывали, что сделать, я написал здесь. Сейчас ваша задача разбиться на пары или просто выбрать себе человека одного. На это у вас есть минута. Выберите человека, с которым будете разговаривать. Вообще, я вдохновлен, как вы это сделали, потому что обычно люди до конца не хотят интервью брать. Остановитесь, пожалуйста, с интервью. Вы молодцы, вы закончили, я вам благодарен. Спасибо, что сделали. Это был первый заход. Сейчас я покажу вам, как проверить себя. Но для начала я отмечу, что кто дошел до конца, кто выяснил? Все-таки в чем причина? Мы выяснили. У кого последние вопросы не совпали с тем, как он писал? В процессе интервью у него вопросы были другие, нежели первые, которые он записал. То есть вы записали сначала две вопросы, а задали другие вопросы. У кого так было? У нас один вопрос. В итоге получился один вопрос. Отлично. Почему я просила записать на диктофон интервью? Я вам дам некую памятку. Какую некую? Памятку дам, как проверять себя перед интервью или во время интервью. Как делать интервью лучше и чего не говорить, чтобы оно не было хуже. Сейчас вместе мы его пройдем. Этот тест. Подожди секунду, не торопись. Налево нажми. Да. Готовы? Лех. Начинаем. Первый вопрос, который очень любит Алексей из команды теплицы, это вопрос почему. Он приводит вас к пониманию. Кто задавал вопрос почему? Чтобы выяснить, что человек имел в виду. Чтобы выяснить, что он говорил. Отлично. Можете себе поставить один плюсик. Например. Он говорит, почему вы не звоните мне? Мне неудобно. А в чем именно неудобство? Если вы ничего не спросили, не ставьте себе плюсик. Идем дальше. Поощряйте истории. Кто задавал вопрос в лоб? Прямо типа, вот у него написан вопрос, он так и задавал его. Ага. Не стесняйтесь, все нормально. Я так часто делаю. Потом ловите себя на мысли, что лучше задавать вопрос не в лоб, а стимулировать рассказать историю. То есть, например, если вопрос у вас звучит так. Почему ты не пользуешься моим телефонным справочником? Почему ты не пользуешься приложением? То лучше сказать, расскажи, как ты пользуешься им сейчас. То есть, начните с того, чтобы... Пусть он расскажет историю. То есть, не старайтесь сразу задать вопросы. Это важнее. Потому что, задавая вопросы, вы получаете ответы. Просто, которые якобы отвечают на ваши вопросы. Если вы просто попросите человека рассказать историю, вы услышите его опыт, вы услышите его чувства. Сейчас я объясню, в чем. Поехали. Я из него достану, не сходи. Ну, получается, что вы будете доставать. Именно этого я не хочу. Хочу, чтобы вы не доставали. Да, да. Я шучу, шучу. Это хорошо. Ищите несоответствие. Люди часто говорят одно, делают другое, думают третье. И это нормально. Поэтому, просто спросив их об этом, вы не получите ответа. Попробуйте искать несоответствие в том, что... Как это выглядит. Внутри вас что-то будет зудить. Вам что-то будет казаться не то. Что-то человек не то говорит. То есть, он искренне говорит вам. Но вы чувствуете, что что-то не то. Это момент, когда вы должны остановиться и не вести интервью дальше, а разобрать эту ситуацию. Вот когда он с депутатами говорит, то что-то... Это именно та ситуация. Когда у вас что-то внутри зудит, это та ситуация. Поехали. Дальше. Вы себе плюсики ставите, если вы такое делали? Не забывайте. Не бояться молчания. Что это значит? Человек добрый. Да. Когда вы что-то говорите, вы можете много говорить. Это нормально. Вам хочется заполнить все пространство. Не стоит забывать, что вы не один берете интервью. То есть, интервью — это процесс, когда вы вместе выясняете какую-то тему. Это не ваше время только. То есть, это общее время. И чтобы переварить то, что вы говорили, нужно тоже время. Чтобы человеку переварить то, что он сам сказал, нужно тоже время. Это важно. Мы все это угодно. Давали вы время? Не забудьте давать это в будущем. Поехали. Это пример, который я увидел у вас. Не пытайтесь давать ответы. Не пытайтесь за человека отвечать. Пусть он говорит то, что вы не знаете. Пусть он запинается. Пусть он не может закончить фразу до конца. Но не пытайтесь дать ему варианты ответа. Не пытайтесь за него закончить. Не пытайтесь свои мысли протолкнуть ему. Вам будет очень некомфортно, но не делайте это. Вы можете это сделать в голове. Взять паузу. В стенку поговорить. Закончить, но вернуться. И не делать это с человеком. Поехали дальше. И одно из последних. Ваш вопрос. Желательно, чтобы он был не больше 10 слов. Дальше. И последнее. Последнее. Это в одном вопросе должен быть один вопрос. Пример неудачные вопросы. Я вам прием. Это памятка будет в виде презентации доступна в группе ВКонтакте. Я уже скину. Уже скинули. Поехали дальше. Расскажу немножко про структуру интервью. Потому что сегодня вы задавали сразу вопросы. Я пробегусь вкратце. И какие-то моменты, может быть, вам будут знакомы, какие-то незнакомы. Как я рекомендую построить интервью? Интервью – это взаимодействие с человеком. Соответственно, его нужно как-то подготовить. Прежде чем прийти и приветствовать человека, вам нужно попасть на место раньше, чем человек придет туда. То есть прийти и морально быть готовым. Соответственно, оценить ситуацию. Проверь, чтобы гиктофон работал. Ручка там есть у вас. Листочки мои. Чтобы все было. И морально готовы ли вы к этому? Если нет, то настроитесь. Приветствие. Банально, но забывают. Привет. И не сразу не задавайте вопросы. Просто привет. Как дела? Погода? Это важно. Человек на вас настраивается. Вы на него. Должно произойти сначала доверие. Не забудьте вести вкус проекта. То есть зачем вам это нужно? Потому что человек хочет понять пользу, которую он получит от разговора и результат, который будет в итоге разговора. Наложенные отношения. Про что это? Это про то, чтобы вместе с человеком настроиться на один ритм. Бывает даже на ритм разговора. Если человек медленно говорит, то говорит тоже медленно. Если он быстрый, то говорите быстро. Если он любит помолчать, посмаковать, откинуться на кресло стула, то хорошо, откиньтесь тоже вместе с ним. То есть настройтесь на одно. Будет проще и больше. Что это даст? Просто вы больше поймете, больше озарения получите. Дальше. Высок истории. Попросить человека рассказать историю. Начните с этого. Не задавайте сначала вопросов. Просите его рассказать что-нибудь. Как ты пользуешься сейчас приложением? Или как часто? Пардон. Как часто это уже вопрос. Опиши, что ты делаешь обычно, чтобы чиновник ответил на твой вопрос. Или как мне сделать так, чтобы в моем доме построили, там, около дома построили забор. Расскажи мне, что для этого нужно. Дальше. Вот. Что значит, может быть заметили, что кривая идет вверх. Что значит вертикальная ось? О чем это? Это об эмоциях и об уровне энергии, которую вы затратите на это. То есть слева направо – это временная шкала, а снизу вверх – это энергия и эмоции. И чувства. То есть больше всего чувства и эмоций будет моментом, когда вы начнете задавать конкретные вопросы. И человек будет испытывать переживания, которые он испытывал, когда пользовался вашей услугой. Или когда чиновник мне ответил. Вот здесь стоит задавать вопросы. Уже для того, чтобы выяснить. То есть не сразу, понимаете, да? А тот момент, когда он уже готов. Это ключевое отличие между теми, кто умеет брать интервью, и теми, кто не умеет брать интервью. Вот теперь вы знаете. Вы это почувствуете, потому что человек начнет какие-то чувства проявлять, эмоции. У него там злость может быть, может быть, будет радость. После этого не забудьте, что вам нужно будет успокоиться всем вместе. Потому что, ну, вы так можете очень руками обыскать. Вам нужно будет успокоиться и завершить на утвердительных вопросах. То есть еще раз проговорить те моменты, которые вы выяснили, чтобы вы были уверены в том, что вы одинаково поняли друг друга. Подытожить. И в конце поблагодарить его и попросить его о возможности обратиться еще раз к нему. Или посоветовать кого-то, если вам нужно будет что-то уточнить. То есть не забывайте об этом, что это еще раз возможность протестировать ваши изменения. То есть вы скажете, я эти изменения, которые вы только что сказали, применю. Могу я обратиться к вам, чтобы вы мне помогли это протестировать? Чаще всего люди говорят, да, конечно. Потому что они хотят знать, как поменяется продукт за счет того, что они вам что-то рассказали. Поехали. Сейчас дам вам немножко передохнуть. Подготовьте смартфон, ноутбук, что вы на чем можете показывать сайты. Так, как это я сделал? Интересно. Второй метод – это мысли вслух. О чем это? Это все тоже интервью. Во время интервью вы можете задавать им только вопросы. Вы знаете, что во время интервью вы можете задавать им только вопросы? Кто во время интервью делал что-то кроме вопросов? А как? Вот сегодня вы научитесь это делать. Кроме вопросов можно что-то еще делать. То есть кроме ответов можно получить что-то еще большее. Техника называется мысли вслух. Давайте посмотрим, что у нас есть сайт, который непонятен. Мы его разработали, но люди не понимают. То есть типичный ЖКХ сайт. Люди его не понимают вообще И мы хотим его улучшить Нам дали задание улучшить его Помоги мне Нажимай Да, вправо Вот есть сайт, откройте его на смартфоне Пусть откроет тот, кто не брал интервью А теперь второй человек Партнер его Откройте сайт на смартфоне Помогите открыть сайт На этом есть не совсем немножко времени Кто сделал, дайте знать Кто закончил? Открыли? Окей Открыли? Открыли Дальше Алексей У вас есть 4 задания Попросите другого человека Выполните 4 задания Найти телефон, приемный директор И засечь время, да? Можно без времени, но я засеку Попадал вас время Вы видите это задание? Пока не надо их выполнять Вы можете уже бежать Но не стоит пока Это конкретное задание Попросите другого человека Выполнить их И в процессе выполнения Пусть он озвучивает свои мысли вслух Что это значит? Если он пытается найти контактную информацию И долго не может найти Эмоции, которые он испытывает Пусть проговаривает вслух Типа я сейчас пытаюсь найти Мотаю и ищу, но не вижу Где же эти чертовы контактные информации? Извините за выражение То есть все, что он испытывает Все пусть проговаривает Вы понимаете меня? О чем я говорю? Когда старт Поехали, у вас есть время Я вам скажу за полминуты Когда заканчивают Кто выполнил все четыре задания? Блин, я даже не сделал настолько Я честно, я считаю, что это не сделал Хорошо Кто понял, как это работает? Кого мысли вслух в команде были? Кто высказывал мысли вслух? Были? Кто высказал чувство прям Вот там типа а угли что-то было отлично следующая техника влад 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 нет алексей раздай каждому второму лист со счетом нет что мы сейчас делаем эта техника была мыслью вслух то есть человек то что внутри него чувство пытался вам выразить а чаще получается выразить редко на него получается сейчас мы пытаемся сейчас мы пытаемся выразить это у вас будет счет можете попозже рассмотреть он вам пригодится это обычный счет на оплату коммунальных услуг сейчас мы будем выражать что человек не чувствует какая у него внутри модель мышления или как он и мыслит как он воспринимает информацию то есть интервью можно унести не только ответы на вопросы чувства но и можно представление человека унести у нас задача мы разрабатываем новую квитанцию новую форму для оплаты или помогаем мы как для этого мы встретились с человеком который часто пользуется этой квитанции чтобы с ним поговорить готовы понимаете о чем идет речь кратко отлично то есть вы дизайнер или помогаете дизайнеру он владеет информацией как он пользуется ваша задача может ответить на эти вопросы то есть задайте ему эти вопросы или просите на них ответить пусть он вам покажет для начала у вас есть две минуты на это 58 квадратов все остановитесь на этом остановитесь у вас есть одна минута чтобы объяснить другому человеку объяснить что вы нарисовали что для вас самое важное в этом счете стоп ключевое слово банан остановись кодовое слово спасибо что сделали три метода попробовали 3 техники точнее я вкратце хочу подрезюмировать то что вы сейчас получили во первых вы поняли я уверен вы поняли что не нужно много знаний что брать интервью не вопрос ответа чтобы выяснить что человек думает это не нужно много знаний второе что вы поняли что помимо вопросов и ответов которые получаете во время интервью можно брать что-то большее можно попытаться понять что человек чувствует Придумав ему задание. Придумав задание и наблюдая, как он их выполняет. Наблюдая, не спрашивая. Важно не подсказывать ему ничего, просто созерцать со стороны. Это важно. Третье, вы поняли? Что помимо того, что вы можете чувства понять, ответы получить, вы можете еще понять, как человек мыслит об этом. Дав задание, восстановить по памяти или попросить нарисовать что-то. Что-то из детства, что-то из той ситуации, что происходило. То есть восстановить ту ситуацию, но не словами, а образами. Теми метафорами, которыми человек пользуется. В метафорах есть его понимание. Что сделать дальше? Я прошу вас взять интервью, которое вы взяли на диктофон, которое записали. Послушайте его. И еще раз подчеркте стур, пройдитесь. Подумайте, что можно было сделать лучше. Теперь, зная, как проходит интервью, зная, какие вещи не стоит делать, какие стоят, попробуйте еще раз понять, что можно улучшить и как применить это в будущем. Я надеюсь, что в разработке на этом хакатоне, на следующем хакатоне, или просто в жизни, вы будете эти знания применять. Как минимум, задавая вопрос, почему человек это делает. То есть выяснять причину поведения. Потому что важно, что человек действует не из-за того, что он логически думает, это из-за того, что он чувствует. Вы всегда можете обратиться ко мне. У меня есть контактная информация здесь. На сайте есть ссылка ВКонтакте, LinkedIn, Facebook. Я есть, насколько знаю, в Теплице, в группе ВКонтакте и в Фейсбуке. Пишите, звоните, если надо. Я могу дать телефон или в скайпе поговорим, но не злоупотребляйте. В общем, я рад буду помочь. Я здесь остаюсь ментором. Можете обращаться ко мне так говорить и пишите, если надо. Вам спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»